Добрый день, уважаемые участники. Добро пожаловать на наш круглый стол возникновения и развития логики. Он проводится в связи со Всемирным днем логики ЮНЕСКО. В 2020 году на 40-й общей конференции ЮНЕСКО 14 января было объявлено Всемирным днем логики. В этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, научные, научно-популярные мероприятия, которые направлены на популяризацию логики, развитие логического образования и логических исследований. И вот начиная с 2001 года, то есть первый год мы пропустили, а вот начиная со второго года празднования мы участвуем во всех этих событиях. Каждое 14 января мы организуем круглые столы и конференции, чтобы обсудить различные вопросы логики. Вот, ну, пару слов еще немножко по смежной теме скажу. Помимо участия во Всемирных днях логики, мы организуем международную научную конференцию, которая называется Аналитикон. Вот эта конференция посвящена аналитической философии. Конференция традиционно проходит в мае и в этом году соберет участников уже в десятый раз. В этот раз конференция будет посвящена проблеме интеграции, то есть вопросу согласования метафизики и эпистемологии для каждой отдельно взятой области философского знания. Кроме того, в прошлом году мы возобновили выпуск нашего научного журнала, посвященного аналитической философии. Он выпускался изначально с 2007 по 2012 год, и вот в 2022 его выпуск возобновился. Вот, журнал называется Аналитика, и мы будем рады вашему участию в наших научных мероприятиях и в нашем журнале. Вот, наше мероприятие организуется командой Аналитикона, а именно Дмитрием Владимировичем Анкиным, Ильей Андреевичем Гущиным, Алексеем Геннадьевичем Кисловым, Ольгой Александровной Козыревой, Викторией Алексеевной Сухаревой и мной, меня зовут Лев Дмитриевич Ламберов. Все мы работаем на кафедре антологии и теории познания Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. Ну, вернемся к сегодняшнему круглому столу в честь Всемирного дня логики. Вот, сегодняшний круглый стол является третьим нашим мероприятием в рамках празднования Всемирного дня логики ЮНЕСКО. Два наших прошлых мероприятия были официально включены в перечень мероприятий ЮНЕСКО, а конкретно в перечень мероприятий Международного совета по философии и гуманитарным исследованиям при ЮНЕСКО. Однако в этом году нам было отказано во включении нашего круглого стола в официальный перечень мероприятий. Ну, честно сказать, я не понимаю позицию Международного совета по философии и гуманитарным исследованиям при ЮНЕСКО. Дело в том, что в 2014 году этот совет принял документ, который называется «Свобода, ответственность и универсальность науки». И, в частности, этот документ предполагает, что участие исследователей в каких-либо мероприятиях не должно бойкотироваться по национальным, политическим, религиозным мотивам, а также из-за места работы исследователей. Вот, тем не менее, в этот раз совет пошел, видимо, против своих же принципов, заявив нам, что если они включат наше мероприятие, и любое другое мероприятие, организатором которых является кто-то из Российской Федерации или Республики Беларусь, в свой официальный перечень, то участники из других стран, которые ввели санкции против России и Беларуси, будут вынуждены отказаться от участия во всемирном гниологике из-за принятых их национальными правительствами решений. Ну, странное какое-то решение, по-моему. При этом мы открыты конструктивному сотрудничеству с кем бы то ни было и вне каких-либо предубеждений против национальности, пола, афилиации, религиозных, политических убеждений и всего прочего. Непонятно, почему необходимо ограничивать участие тех, кто никого в участии не ограничивает. Ну ладно, наука может прекрасно существовать без включения в какие бы то ни было официальные перечни, а смысла и правоспособности запрещать нам отмечать Всемирный день логики у Международного совета по философии и гуманитарным исследованиям при ВНЕСКО просто-напросто нет. Поэтому мы все равно это делаем, несмотря ни на что. Ну и предлагаю оставить на сегодня все вот эти вот рассуждения о политике и заняться исключительно научными вопросами. Напомню, почему в качестве Всемирного дня логики было выбрано 14 января. По случайному стечению обстоятельств 14 января это, с одной стороны, день смерти Курта Гёделя, он умер в 1978 году, а с другой стороны, это день рождения Альфреда Тарского, он родился в 1901 году. Вот получается так, что сегодня мы вспоминаем тот значительный вклад, который совершили эти два самых крупных логика 20 века. Наш круглый стол посвящен возникновению и развитию логического знания. Принято считать, что логическое знание возникает приблизительно в одно время в трех географически разных регионах – в Древней Греции, Древней Индии и в Древнем Китае. И вот в ходе нашего круглого стола мы предлагаем обсудить критерии логического знания, направление его развития и основание сравнения различных логических традиций. В качестве основных докладчиков, выступления которых зададут общий вектор дискуссии, мы пригласили специалистов как раз по Древней Индии, Древнему Китаю и Древней Греции. В первую очередь это Наталья Леонидовна Кварталова, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения культуры Китая, Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Кроме того, это Наталья Алексеевна Канаева, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. А также Игорь Владимирович Берестов, кандидат философских наук и на самом деле уже почти доктор, потому что у него в феврале пройдет защита. Игорь Владимирович является старшим научным сотрудником отдела философии, Института философии и права Сибирского отделения Российской Академии Наук. На доклад отводится 40 минут. Каждый докладчик самостоятельно решает, оставлять или нет время на короткие уточняющие вопросы. В ходе обсуждения уже после всех докладов можно будет задать докладчикам и другим участникам круглого стола какие-то более подробные вопросы, а также выступить с короткими сообщениями по теме дискуссии. Но только хочу попросить всех участников дать возможности другим тоже задать свои вопросы и высказаться. Очень не хочется никого прерывать. Итак, давайте перейдем непосредственно к докладам. Первый доклад представит Наталья Алексеевна Канаева, доктор философских наук, доцент школы философии и культурологии, факультета гуманитарных наук, Высшей школы экономики. Доклад озаглавлен в становлении логического дискурса в древней и средневековой Индии. Несмотря на то, что я не вижу уважаемую аудиторию, я хочу поблагодарить за интерес к моей теме, потому что это довольно редкий интерес. Индийская логика у нас, к сожалению, не очень активно изучается, и поэтому выступать по этим темам бывает довольно сложно, потому что это все-таки очень специфическая тема. И я благодарна аудитории, которая присутствует сегодня и выслушает то, что я могу ей сказать в связи с той задачей, которая была передо мной поставлена. А меня попросил наш организатор рассказать о становлении логического дискурса в древней и средневековой Индии, то есть о том, как все это начиналось. Литературы по этой теме, надо сказать, очень мало, и не только у нас, ее мало и за рубежом. Я перечислила тут некоторые издания, среди них, пожалуй, самая важная – это история индийской логики в виде обхудшины. Но информации очень много и в статьях, не в фундаментальных исследованиях. Есть и у меня несколько статей, написанных на основе изучения оригинальных текстов санскритских, потому что о индийской логике можно говорить только на основе первоисточников. То, что мы называем индийской логикой, является продуктом европейской культуры, причем культуры 20 века, когда, собственно, началось изучение европейцами текстов, содержащих теоретическую рефлексию процесса познания и рассуждений. В самой Индии в средние века за учениями о познании и о рассуждениях закрепился термин «промановада». Буквальное значение этого термина – учение об инструментах. Имеется в виду инструменты получения достоверного знания. И именно эта дисциплина, которая существует в контексте традиционного индийского знания, содержит логика эпистемологических дискурсов. То есть использование одного термина для обозначения тех дисциплин, которые в западной культуре разделились, говорит о том, что проблемы правил рассуждения рассматриваются в определенном содержательном контексте, в контексте проблем познания и решения проблем познания. То есть индийская логика, как я еще раз повторюсь, это теоретический объект, который был сконструирован западными исследователями. В Индии же этот дискурс, он не имел самостоятельного существования и, соответственно, проблемы правил рассуждения были связаны всегда с базовыми категориями антологии, поскольку мы знаем, что эпистемология всегда во всех традициях обусловливается главными антологическими представлениями этой культуры. И эта связь проблем рассуждения с антологией, с эпистемологией обусловила самобытность индийской логической традиции. Эта самобытность, понятное дело, формировалась исторически. И я выделю основные вехи этого формирования и отмечу те характерные черты логической теории, которые обусловлены именно развитием логической мысли в данном периоде. Ну, во-первых, начало осмысления вопросов познания и знания начинается жрецами ведийской религии, брахманами и фиксируется в священных ведийских текстах, которые называются шрути, услышанное, и смрити, запомнили. Шрути – это очень авторитетные тексты, религиозные. Они авторитетны не только для ведийской религии, они считаются и священными текстами брахманизма, которые приходят на смену ведийской религии, и священными текстами индуизма, хотя, надо сказать, что из действующих индуистов сами-то геды мало кто читал, но тем не менее такая декларация есть. И то, что записано в ведийских текстах, оно понимается как истина конечной инстанции. Вот шрути, как я уже сказала, это услышанное, это тексты, которым придается сверхъестественное происхождение, это как бы самораскрывающийся архив, это вечное слово священного знания вед, которое манифестируется с помощью поэтов-провидцев Риши и с помощью богов, которые позволяют Риши прозреть эту высшую истину. Вот на логический дискурс большое влияние оказала рефлексия вопросов знания и познания, которые осуществляются в брахманах, это тексты XI-VIII века, и в Упандишадах, которые, согласно датировке известного эндолога Дан Декара, формируются между VIII и V веками до новой эры. Кроме Шрути, как я уже сказала, большое значение имеют тексты, которые называются Смрити. Это тоже очень большой комплекс текстов, и для логического дискурса большое значение имеют прежде всего тексты, которые называются Дхарма Шастры и учебники закона, и в частности такой известный текст, как Законы Ману. Я думаю, все о нем слышали. К Шрути примыкает комплекс брахманистских ритуалистских дисциплин, которые называются ВИДЬЯ. И для логики очень большую роль сыграли такие дисциплины, как ритуалистика и грамматика, творение грамматиста IV века до новой эры, Пани и его последователя, жившего во II веке до новой эры, Патанжи, комментатора его известного восьмикнижия. Следствием того, что рефлексия рассуждений, принципов теоретического познания начинается в религиозном контексте, было несколько, я назову только те, которые релевантны к оформлению монологического дискурса, потому что на самом деле их гораздо больше. Так вот, во-первых, благодаря тому, что на вопросы, что такое знание, откуда оно берется, отвечали в контексте священных текстов, главным следствием, первым следствием, становится отношение ко всякому знанию как к сакральной ценности, в том числе к дискурсивному знанию, знанию, которое получается в результате рассуждений по каким-то вопросам. Вторым следствием стало развлечение высшей и низшей истины, которые получают санскритские обозначения, парамарха сати, высшая истина, и самрити сати, низшая истина. Для нас это развлечение не очень привычно, в том смысле, что мы больше привыкли к развлечению абсолютных и относительных истин. Но вот в Индии такого развлечения не было, вместо абсолютной истины там была высшая истина, и это тоже очень оказалось значимым для логического дискурса. Развлечение двух видов истин, стратифицированных, имеющих разный статус, системе ценностей, сыграло свою роль в том, что в индийском традиционном знании дискурсивное мышление не получило такого же высокого, независимого статуса, как в западноевропейской интеллектуальной традиции. Дискурсивное мышление получило более низкий статус в сравнении со сверхчувственными, интуитивными способностями, потому что высшая истина познается вовсе не человеческим интеллектом, не в результате рассуждений. Она познается сверхразумной интуицией и является продуктом такого опыта сверхразумного анубхава. Третье, специфика и следствие зарождения индийского логического дискурса в религиозном контексте, как я уже сказала, это более низкий статус интеллекта, дискурсивного мышления, но признание всех видов знания необходимыми инструментами достижения важнейших жизненных ценностей, а именно правильного следования дхарми и достижению освобождения. То есть интеллект, хотя он ниже, чем сверхразумная интуиция, но его деятельность тоже помогает достижению высших целей. И поэтому у него, хотя и более низкий статус, но он все-таки сакрален, этот интеллект, и его деятельность, она необходима для достижения высших целей. Пятая особенность индийского теоретического мышления и, соответственно, языка логического дискурса, это отсутствие требований однозначного соответствия слова и его референта, что привело в логике к аморфности логической терминологии. Вот все это делает тексты, написанные логиками в Индии, для нас довольно труднопонятными, потому что приходится разбираться с терминологией, с метафорами и с разными языковыми формами, которые понятны для того, кто вырос в индийской культуре и расходится с требованиями, скажем, теоретического текста в западной культуре. Другим важным для зарождения индийской логики феноменом стало появление в среде брахманов полемических практик. Эти практики начинаются как игра в священное знание, в рахмодья, а затем они трансформируются в особую дисциплину, брахмандскую дисциплину, которая получает название вакавакья, буквально речь и ответ. Или, как иногда переводит это выражение, искусство задавать трудные вопросы и отвечать на них. О том, что брахмодья была распространена и трансформировалась сначала вакавакью, а потом вакавакья трансформировалась в теорию аргументации и полемики или диалектики, как мы можем ее назвать, применяя греческий термин. На санскрите эта теория называлась Анвикшики. Есть многочисленные свидетельства, например, в Упанишадах. Вот в частности, Шатапатха Брахмана, Брахмана Стопутей, сообщает о дискуссии между удалакой Аруми и свайдайаной Шаунакой. С одной стороны, это игра, брахмодья. Именно так ее называют брахманы-северяне, которые пригласили удалаку для того, чтобы подвергнуть его испытаниям на предмет выяснения знания им ритуалистской практики, потому что он претендовал на место брахмана в их местности. С другой стороны, это все-таки профессиональное испытание. Это пример того, что игра перерастает в специальные практики. Мы можем называть теорию диалектики анвикшики, используя греческий термин, потому что на самом деле в этих практиках диалектических и теории диалектики есть довольно много сходных черт с тем, что говорили о диалектике западные античные философы Зенон, Сократ, Платон, Аристотель. А они, как мы знаем, говорили о том, что диалектика это методическое опровержение тезисов противника. В частности, так говорил Зенон, что диалектика это искусство ведения беседы с целью совместного установления истины, как говорил Сократ. Платон говорил, что диалектика есть рациональное средство созерцать бытие и все омопостигаемое яснее. Аристотель называл диалектику искусством ставить наводящие вопросы и искусством испытания при помощи искусства умозаключения при исследовании общих всем начал. В Индии также были разработаны правила ведения дискуссий, включающие набор методов установления истинного высказывания, методов опровержения, задавались наводящие вопросы в процессе дискуссии, строились целогистические рассуждения. Однако между античной и индийской диалектиками всегда оставался большой разрыв в понимании целей паренки. Если греческие философы, античные философы результатом диалектических бесед полагали объективную и неизменную истину, то для индийских диалектиков такой истины просто не существовало. Для нас это может быть странно, но для них это было совершенно нормально, потому что в Индии не существовало общепризнанной теории ведения публичных споров, публичных бесед, не существовало общепризнанного учебника по этой теории. Дискурсисты, которые ассоциировали себя с различными школами мысли, а таких в Индии в пятом веке до новой эры было очень много, за что, как известно, период пятого века до новой эры называют эпохой брожения умов, потому что появилось очень много учителей, которые предлагали свои метафизические в том числе или религиозные концепции, и нужно было их обосновывать, поэтому появляется потребность в теоретизации практики полемики. И представители разных школ, они такой теоретизацией занимались, но поскольку у них не было авторитета одного, поскольку не было института, который бы нормировал их деятельность и старался всех свести к некоему единообразию, института церкви в индийской культуре никогда не было, там поэтому сложилось очень много разных религий и продолжают возникать все новые и новые секты и направления религиозные. Так вот, отсутствие такого объединяющего теоретического центра привело к тому, что не было единой теории полемики, не было единого учебника, поэтому, кстати, нам так трудно изучать индийскую традицию логического мышления, и там сложилось очень много разных традиций, когда учители передавали свои наработки своим ученикам, и исследователи индийской культуры заметили, вот в частности немецкий индолог Каренпрезенданс отметила пять независимых традиций логической мысли, скажем, традицию диалектики санхи, которая отличалась от главной теории Промана Вада, которая зафиксирована в Ньяи-сутрах Гутам Акша Апады. Кроме того, она заметила несколько самостоятельных традиций Ньяи. Если учесть, что Каренпрезендан не исследовала логические традиции джайнов и буддистов, то можно насчитать более семи традиций диалектики, которые соответственно привели к формированию собственных традиций логического дискурса. Диалогические диалектические практики не всегда имели вид именно спора, лобового столкновения, но часто имели вид диалога, которым один из участников более следующий наставляет других, которые обращаются к нему с просьбой разрешить какую-то проблему. Искусство полемики достигло в Древней Индии такого высокого уровня, что в полейском каноне диалектиков за способность обсуждать и исследовать самые сложные вопросы называют расщепителями волоса. И вкануне в полейском повествуется о таких расщепителях, которые были не только буддистами или не только брахманами, а это были ученые-мужи всех сословий – шатрии, брахманы, домохозяева, а также шраманы, входившие в четыре вида собраний. Вариша на поле они называются. И в этих собраниях проводились диспуты. Сведения о полемических практиках по самым разнообразным вопросам, интерпретации священных текстов, о ритуале, дхарме, по вопросам медицины содержатся в художественных, священных, научных и философских текстах. Есть они, например, в Махабхарате, там очень много таких текстов, вообще Махабхарате представляет собой огромное собрание совершенно разнородных по жанрам и по содержанию текстов, хотя там есть общий сюжет. Вот там довольно много таких текстов, которые очень похожи на Упанишады, потому что они передают конкретные частные дискуссии по каким-то мировоззренческим вопросам. В известном собрании дхармы законных Ману говорится о том, что дхарма, а дхарма это универсальный термин индийской культуры, который обозначает религию и закон и правила жизни для отдельных людей, для сообществ. Так вот, там сказано, что дхарма в проблематичных случаях устанавливается в собрании, то есть она обсуждается и эти собрания включают образованных брахманов, шишта. Ну, для законов Ману это нормально, потому что это брахманистский текст. И там сказано, что собрание должно состоять по крайней мере из десяти добродетельных брахманов, но может и из трех. Диалоги и дискуссии составляют содержание очень многих, если не всех, религиозно-философских текстов. И важность полемики для индийской культуры скрепилась также в том, что главной формой текстовой деятельности теоретических сочинений становится форма диалога. Этот метод называется парикша всестороннее рассмотрение. Вот он является в логике, в том числе, следствием того, что логический дискурс вырастает из практик полемики. на благодатной почве диалектических практик и теоретизирования по их поводу в третьем, четвертом веках и появляется промана вада. Промана вада это термин, который закрепляется в отношении эпистемологии и логики около тринадцатого века и не ранее. А промана вада начинает оформляться в текстах более ранних третьего и четвертого века. В частности в сутрах, няя сутрах Гаутамы Акшапады и развивается в комментарии на эти сутры няя бхашья в отцляеме в четвертом и пятом веках. Сами на яйке представители школы няя называли свое учение не пока еще не промана вада а няя шастра няя буквально означает метод а шастра наука соответственно няя шастра это наука о методе имеется ввиду метод получения достоверного знания метод обоснования собственного тезиса и опровержения тезисов оппонентов именно таким образом объясняет значение термина няя метод в отцляеме в комментарии на няя сутру целью няя шастры которая просматривается за включенными в первую сутру категориями няя сутр является именно ведение успешной полемики для защиты своей мировоззренческой системы для опровержения оппонентов а получение достоверного знания оно конечно важно для того чтобы обосновать свою позицию но это второстепенная цель в школе няя содержание науки о дебатах из которой собственно она вырастает расширяется за счет концептуализации познавательного акта теоретической разработки содержания объясняющих познавательный акт концептов и упорядочения циркулировавших в то время представлений о знании способах его получения и обоснования то что нея шастра тесно связано с теорией диалектики подтверждается тем что она атрибутируется не только акшападе но и гаутами если вы обратили внимание на слайде двойное имя рядом с названием сутр гаутама акшапада это разные мыслители но как показали исследования текст ниая сутр состоящий из четырех книг включает идеи более ранее чем четвертый пятый век когда текст с комментарием развивался включает идеи соотносимые с диалектикой гаутамы метхотики отсюда двойное двойная атрибуция этого текста помимо теории диалектики на ниая шаструм большое влияние оказала концепция карак реализаторов действия грамматиста панины которая была им разработана в четвертом веке до новой эры и была дополнена несколько позже его комментатором Патанджиро взяв теорию карак за основу на яйке и сформулировали 16 базовых категорий ньяи которые определяют предмет романа шастры и согласно декларации автора ньяя сутр истинное познание которых позволяет достичь освобождения среди этих категорий мы находим и категории теории диалектики и логические категории например дриштанта это элемент пятичленного силогизма на яйках иллюстрирующий пример седьмым пунктом в списке категорий мы видим члены силогизма авоява скажем рефлексия удостоверение выстинности дискуссия софистика и рейстика это уже область теории полемики псевдоаргументы хетва бхаса это логические ошибки причем в качестве логических ошибок они рассматривались и как ошибки в умозаключении и как ошибки в ведении полемики следующая веха в истории индийской логики связана с деятельностью джайнов прежде всего их авторитетных теоретиков Умасвати и Кундакунди которые жили как раз в период когда создавались Ния и Сутры в третьем четвертом веках новой эры и джайны очень своеобразно отреагировали на появление промана в ады потому что они инкорпорировали ее в свою теорию полемики которая была очень древняя и которая содержится уже в текстах джайнского канона написанных где-то в седьмом шестом веках до новой эры и когда они включали теорию проман в свои сутры джайнские они особо даже не озаботились тем чтобы согласовать теорию проман с их традиционной теорией пареники которая содержала учение о точках зрения на эваду и семичастный паралогизм саптом ханги поэтому у исследователей когда они знакомятся с этими концепциями возникает целый ряд вопросов например джайны считают свои свою концепцию точек зрения средствами постижения реальности но если сравнивать что они говорят о самих точках зрения о том как они применяются для анализа материала для обоснования каких-то результатов то мы увидим что с помощью этой концепции получить скажем практически полезного ясного и точного знания которому призывали например философы нового времени создатели западноевропейского естества знания вот такого знания с помощью точек зрения получить невозможно потому что их метод точек зрения который применялся согласно их же инструкциям вместе с семичастным паралогизмом выливался в очень длинную процедуру формулировки большого количества высказываний о конкретных предметах полемики и никакого знания ясного точного однозначного от этих проблем получить было невозможно просто цель этих методов была совершенно другая они опирались на онтологическую концепцию которую Джайна называли анеканта вада учение о неодносторонности реальности и эта концепция она и служила ориентиром для понимания смысла применения точек зрения и семичастного параллогизма потому что огромное количество высказываний которые рассматривались в процессе полемики и затем выносился вердикт о них что они содержат только относительную истину должен был привести оппонентов Джайнов к выводу что они не обладают истиной и соответственно истиной обладают только Джайны которые говорят что реальность неоднозначна и таким образом эти полемические средства наи и саптопханги должны были привести оппонента джайнизма джайнизм следующим этапом в истории индийской логики становится появление буддийской логики буддисты называли ту теоретическую дисциплину которую они начинают создавать опираясь на теорию на яйков наукой об основаниях хетовидья и большую роль в развитии этой науки сыграли Дигнага и его последователи Дхарма Кирти и Дхар Моттера все они были последователями школы йогачара буквально пути йоги которая была основана Асандой и Васубанху и все они развивали идеи предложенные Дигнагой идеи усовершенствования прежде всего силогизма пятичленного силогизма яй от которого они совершенно отказались в отличие от своих предшественников Асанди и Васубанки которые использовали пятичленный силогизм на Яйков вслед за буддистами которые были очень сильными оппонентами в логике потому что они пожалуй изо всех индийских школ теоретического рассуждения ближе всех стояли к представлениям о логическом мышлении на Западе ибо они работали с чистой мыслью которую считали продуктом мыслительным конструктом и уделяли соответственно очень большое внимание взаимосвязи мысли и языка слов создали специальную референтную теорию значение так вот вслед за буддистами на Яйки тоже начинают разрабатывать свою логическую теорию после того как они способствовали вытеснению буддистов из интеллектуального клуба существовавшего в Индии ну там не только конечно же на Яйке сыграли роль там сыграла роль и социально-политическая обстановка политические процессы нашествия скажем мусульманские нашествия которые привели в конце концов к созданию дейлийского султаната то есть мусульманского государства которое не очень лояльно относилось ни к индуизму ни к буддизму ни к другим индийским религиям так вот после того как буддисты были вытеснены брахманами они начинают разрабатывать дальше свою промана ваду и трансформируют ее в то что получает название новой ньяи в тринадцатом веке специфика логической теории новых ньяеков в том что они синтезировали идеи старой ньяи и антологические идеи вайшешек они постарались описать своими логическими средствами своим логическим языком многообразные отношения которые описываются в антологии вайшешеков и эти отношения они не только субъектно предикатны так скажем у Аристотеля но они стали учитывать отношения между объектами реальности антологической картиной мировой вайшешешек и отношения между терминами высказывания об этой реалии у них получилась довольно сложная многозначная логика которая надо сказать до сих пор не очень хорошо исследована ну именно потому что это достаточно непривычная для западной логики концепция гидро индийской логики образуется теория вывода она получила название анумана вада учение о выводе и в этой теории сохраняется такое же разнообразие позиции и такие же жаркие дискуссии как в других теоретических областях индийской философии ануману называют индийским силогизмом и первые исследователи применяли для описания и объяснения индийского вывода традиционную логику Аристотеля современные исследователи применяют математические средства математической логики для описания теории вывода но надо сказать что по этому поводу между ними существует дискуссия и некоторые специалисты в области индийской философии считают что математическая логика не очень хорошо показывает характер индийской логической теории и это действительно так потому что если мы даже начнем более подробно разбирать что сами индийские тексты говорят о выводе то мы увидим что отношения которые описываются в них между членами силогизма а там есть такая категория аваява члены силогизма эти отношения отличаются от отношений между посылками и заключением между отношениями терминов в силогизме Аристотеля но в принципе эти отношения они переводятся в традиционную логику в традиционно логические системы и это дает возможность все-таки исследовать индийский вывод как сами индийские логики объясняют что такое процесс выведения ну в частности в базовом для индийской логики трактате Ньяя-бхашья на Ньяя-сутре говорится что вывод это мнение об объекте следующее за восприятием выводного знака носителя знака здесь мы видим три термина мы видим тубъект вывода носитель знака мы видим сам знак перевод не мой поэтому я цитирую то что есть выводной знак это знак на основе которого совершается процесс вывода это логическая основания или логический признак носителя знака то есть средний термин в хилогистике Аристотеля ну и то что выводится это знание о выводимом свойстве то есть о большем термине примерно так же определяется вывод и буддистами в частности в капле логики Дхарма Кирти в комментарии к этому тексту Дхарма Тары говорится что вывод есть мнение следующее за восприятием логического знака и воспоминанием о его логической связи с выводимым качеством вот это определение оно очень хорошо показывает что вывод для индийцев это не просто ментальная процедура и это сложный процесс в который во влечение во-первых восприятия воспринимается логический знак логический признак затем привлекается память потому что воспоминание о связи этого знака с другим качеством с выводимым невоспринимаемым в данный момент качеством оно в памяти хранится и еще очень важная мысль здесь выражена что вывод это не абсолютное знание это мнение вот именно таким образом и относятся индийцы к продуктам концептуализации то есть это не абсолютное знание это то что возникает в сознании то что может быть изменено потому что сознание наше сознание это постоянный поток элементов сознания дхарм в классической индийской логике до появления надземьяем главными признавались модели силогизма предложенные в старой мяе и предложенные и предложенные гигнагой даже на яйке начинают использовать те категории логические которые были введены гигнагой между силогизмом няйе и буддистским выводом есть довольно существенные различия потому что пятичленный силогизм няйе это по сути такое рассуждение в котором заключение имеет характер вывода по аналогии то есть это недедуктивное рассуждение буддийский вывод он ближе к дедуктивному рассуждению ну я не буду наверное говорить о всех положениях буддийской теории вывода дигнаги потому что я чувствую что мое время подошло к концу я скажу только что дигнага упростил структуру двухчленного вывода на яйков он предложил две модели вывода одна двухчленная вывод для себя и этот вывод он ближе к антимене в западной логике а вторая модель вывода для другого это по сути доказательство и вывод для другого он включает уже три члена но это не значит что все те содержания мысли которые используются для выведения заключения в этой модели эксплицированы проблема в том что на самом деле помимо эксплицированной формы вывода в основе этого вывода лежат также неэксплицированные элементы рассуждения и если внимательно присмотреться к теории дигнаги то эти элементы можно эксплицировать во-первых с учетом того что дигнага предлагает формальное правило для среднего термина которое называется правилом трехаспектности прорупья и это правило оно по сути восстанавливает те элементы вывода наяеков которые буддисты исключили из своей теории есть ли какие-то принципиальные основания для того чтобы это сделать исключить а затем снова ввести какие-то элементы ну на самом деле критика буддистами теории вывода наяеков она во многом вытекала из онтологических различий дело в том что наяеки могли так вот по аналогии умы заключать потому что они были реалистами в онтологии они считали что те мысли те категории которые мы используем в процессе рассуждения они имеют самостоятельное существование в реальности и это является основанием для истинных умозаключений то есть нам не нужно объяснять что здесь есть логическая связь между членами вывода потому что она есть в реальности и они об этом знают буддисты логики реалистами не были они были номиналистами они считали что наши мысли и слова которые мы выражаем которыми мы выражаем наши мысли это все конструкции конструкции созданные по определенным принципам которые на самом деле мешают нам достижению освобождения поэтому надо бороться с нашим мышлением и с содержанием нашего мышления в том числе средствами логики это можно делать вот поэтому они и критиковали логику ньяя но правила которые Дигнага все-таки вынужден был вести они позволяли на уровне низшей реальности которую буддисты называли явахара или явахарика и в которой мы вынуждены опираться на мыслительные процедуры и говорить используя договоренности конвенции явахара это не только низшая реальность это еще и конвенции в том числе языковые конвенции вот необходимость совершать практическую деятельность она и приводит нас к необходимости формулировать некие мысли выражать их в словах и правила Дигнаги они касаются как раз этой деятельности деятельности связанной с производством мыслей и их выражением в языке и опора на эти правила она позволяет для низшей реальности для явахары формулировать корректные умозаключения то есть такие умозаключения которые позволяют нам из истинных посылок получить истинные заключения но истинные именно на уровне низшей реальности на уровне явахара я думаю что время моё истекло и говорить на самом деле можно долго но лучше отвечать на конкретные вопросы поэтому я благодарю всех за внимание и выхожу из презентации и прошу задавать вопросы может быть вот я вижу подние руки спасибо Наталья Алексеевна у нас сейчас времени на вопросы уже не осталось давайте вопросы будут в ходе общего обсуждения после всех докладов следующий доклад у нас тогда следующий доклад представит Наталья Леонидовна Кварталова кандидат философских наук ведущий научный сотрудник центра изучения культуры Китая института Китая и современной Азии российской академии наук доклад заглавлен основные векторы развития логики в Китае Добрый день дорогие коллеги мне очень приятно принять участие в таком логическом мероприятии и надеюсь что мой рассказ о перепятиях становления логики в Китае будет вам тоже интересным но прежде чем углубиться в историю и в теории давайте я сразу скажу о нескольких важных пунктах ну во-первых мы будучи воспитанными в категории западной логической традиции мы всегда рассуждаем опираясь на свои китерии и оперируясь своими понятиями которые очень сильно отличаются от китайских это даже не Индия это действительно совершенно другой язык совершенно другая культура совершенно другое мышление например в Китае не было такого понятия как философия и философии как науки не было и термин логика и термин философии пришли в китайский язык очень поздно и до сих пор они не ассимилировались до конца в Китае сейчас идут такие споры была ли философия в Китае и вообще но про логику там еще более жаркие споры то есть то есть сейчас я собираюсь залезть со своей парадигмой в совсем иной способ мышления и измерить что там подходит под наше представление о логическом и второй зыбкий момент в самом предмете логика который как вы знаете с начала прошлого века активно пересматривается то есть если понимать логику как нормативную науку о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельности осуществляемой с помощью языка как вот у Бочарова-Мартина тогда нет такой науки в Китае не сформировалось ну потому что не было какой-либо логической теории но это не означает что китайцы не интересовались проблемами языка вопросами рассуждения а в древнем Китае было представлено немало таких примеров в основном из области семантики и семантики и семиотики ну вот предметами исследования были понятия истины например очень важно для китайцев они очень долго занимались вопросами имен тождества противоречия рассуждения но что характерно для китайской философии все эти логические приемы и методы использовались не для того чтобы установить именно истину а для того чтобы решить какие-то социальные политические проблемы потому что в основном конечно логика Китая ну как и все было направлено на более имело более социальные направления а использование формально логического аппарата при трактовке китайской логики в общем-то чревато проекты европейских идей на китайский способ мышления и приводит к модернизации китайской логики но вот с учетом таких замечаний можно тогда начинать если говорить об основных направлениях развития логики то я бы выделила три это поиск традиционной китайской логики кстати вот термин три логических традиций придумали в 20 веке в начале 20 века китайцы когда увлеклись европейской логикой и вдруг у себя открыли тоже такое дальше попытки ассимиляции логики в китайскую научную традицию и собственные исследования в росли современной китайской логики первая часть ну скажу так рубеж девятнадцатого двадцатого века мы будем к этой к этому времени возвращаться всегда потому что это то время когда китай для себя наконец открыл логику по-настоящему были попытки до того были переводы аристотеля но вот это ключевой момент к которому мы будем возвращаться постоянно но что удалось найти в древнем Китае в тот же момент кстати начались поиски логики в древнем Китае до этого никому не приходило в голову что в Китае была логика все и в Японии и в Китае считали что ничего подобного ничего логического ни в Китае ни в Японии вообще никогда не было создано это была общая такая установка но открытие китайской логики чаще всего приписывают позднему циннскому филологу Сунижану Сунижан внес неоценимый вклад в возможное открытие китайской логики потому что он реконструировал канон Модзин китайский классический канон его пояснения произвели немедленную сенсацию когда он впервые в 1895 году напечатал Модзин и Модзин до середины 18 века вообще считался испорченным и не подлежащим восстановлению произведения а тут вдруг сразу логический вид второй не менее яркий ученый которого иногда называют первооткрывателем логики это Янь Фу Янь Фу занимался трактатом Идзин и указывал на родство между пониманием Идзина и западных индуктивных логических теорий и также ну вот он термином Мин Ще наука об именах переводил логику в тот момент устоявшегося названия для логики еще не было и наконец Лян Ци Чао начал следовать китайскую логику собственно ему принадлежит вот эта третья логическая традиция понятная наряду с европейской и индийской концепция которая весь 20 век порождала массу споров что в Китае что в Европе ну вот что же удалось сразу найти в Брим расцвет логической мысли Китай пришелся ну как везде на 6-4 века до нашей эры эпоха когда процветало 100 школ это интерес к анализу языка это ну это тот же период когда в Греции расцветали школу историков мегариков да а потом если логистика Аристотеля появилась но при этом наследие Аристотеля для нас незыблемо прошлось через века а логические идеи древнего Китая не получили развития и сами по себе затухли то есть логика для Китая все-таки наука внешняя разработкой логических идей мы будем говорить аккуратно не о логике а о логических идей в Китае занималась школа маистов это такая очень интересная школа единственная одна из немногих наверное в Китае которая названа по имени его основателя Моцзе все остальные школы в основном назывались по каким-то идеям но тем не менее и некоторые диалектики из академии Дися самые известные из этих диалектиков были выделены в школу имен тоже большая известная школа древнего Китая ну и отдельные логические проблемы рассматривали всех и конфуцианты и Сюньзэ и многие другие Академия Академия Дзэся это первая китайская академия она располагалась на месте современного города Дзэбо и историк Гома Жо считает что Академия Дзэся достигла расцвета ну где-то четвертый век до нашей эры все инванс и в отличие от школ того времени которые объединялись либо по следованию за убеждением отдельной личности либо по доминирующей идее вот как школа имен Академия Дзэся это такое пространство где все могли высказаться сторонники любой доктрины и поэтому многие ученые были вовлечены в деятельность этой Академии ну в том числе тех кто занимался вопросами логическими их называли еще спорщики Дзэся традиционно считается что первыми разработчиками логических идей в Китае были представители школы имен они все засветились в Академии Дзэся школа имен была одной из наиболее значимых философских школ одной из шести и собственно вот эти вот бенжи в большинстве своем потом являлись представителями школы имен и по некоторым версиям классический классическая визитка школы имен высказывание белый лошадь не есть лошадь первым высказал Эршо один из слушателей Академии Дзэся а потом только уже схватил Гунсунгун который остался самым известным представителем этой школы имен аргумен аргументированные рассуждения на эту тему про белую лошадь содержится в трактате так и называется Гунсунгун по имени его создателя альтернативная точка зрения соответственно изложена в трактате Моцэ которое написано последователем Моцэ к школе имен относятся очень много известных для Китая персоналей я не знаю насколько они у нас известны но их идеи дошли до нас только в упоминаниях современников или в более поздних классификациях достоверно только вот есть как там трактат Гунсунгун и то от трактата Гунсунгун из 14 глав осталось всего 6 поэтому что там было еще мы к сожалению не знаем важная часть трактата Гунсунгун это так называемая парадоксология куда входят афизмы о белой лошади про то что твердый камень и белый камень составляют 2 и собственно рассуждение о том что белая лошадь не есть лошадь всегда на начальном этапе предполагалось что автор этого рассуждения в общем-то является софистом ну что интуитивно оправдано пока не дошли до рассмотрения остальных глав трактата Гунсунглуна и тут выяснилось что там существует довольно фундаментальная теория про указателя Джи которая созвучна платоновской идее платоновской теории ОБД но в общем если смотреть если учитывать указатели и трактовку Гунсунглун имена имен то утверждение о белой лошади которая не является лошадью возможно если Гунсунглун действительно рассуждает о словах потому что по дальнейшему тексту трактата лошадь обозначает форму белый цвет то есть существует два класса объектов имеющие форму лошади обладающие белым цветом ну и белая лошадь появляется на пересечении двух этих экспонентов и скорее всего Гунсунглун тогда говорит об информации которая несет понятие лошадь и белый то есть о содержании этих понятий и это приводит доказательства этого в очень сложной для понимания и трактовки главе об указателях G важная категория о которой всегда говорят китайские философы того времени это имена потому что для для китайцев оказалось важно сдать четкое понимание статуса имен вот чем имена отличаются от реальности да какой статус существования у них есть как себя обнаруживают вещи через имена или через указатели или остаются если же именам не при если же вещам не придать указатель то они останутся вообще не поздно допустим для вещей должны всегда быть указатели при этом для указателей указателей не может быть и у гунсун луна крайняя степень такого представления об именах потому что вещь чтобы обрести существование она должна быть поименована без этого нельзя и каждая вещь должна соответствовать какое-то имя одно только а указатели это такая некая сущность которая над именами есть еще масса трактатов где рассматриваются вопросы языка и анализируются вопросы соотношения имен и реальности но вот из школы имен до нас дошли только упоминания в Джуанзе о неком философе Хоэйши который оставил нам 10 суждений и 21 афоритм тоже в таком же стиле семантические парадоксы парадоксы связанные с теорией о бесконечности пространства и времени они больше похожи наверное на опоре Зенона и в серии тень летящей птицы не движется у курицы три ноги и так далее современники представители школы имен отзывались весьма стептически вот например Сюнзе писал что они любят заниматься странными учениями и развлекаться диковинными высказаниями будучи весьма разборчивыми неблагожелательными будучи красноречивыми не находят применения многодействия но малорезультативно видимо это Сюнзе выразило общее отношение к такого рода изысканиям на тот период и в дальнейшем взгляды школы имен вообще не получили развития а в эпоху правления династии школы имен перестала существовать их идеологические противники маисты строили свою концепцию в противовес взглядом нельзя хотя сам основатель школы моды жил пораньше чем в Гунсунглун но сочинение это написано заметно по почте и вот если искать логику в Китае то ближе всего и больше всего логических таких идей основания можно найти именно в Мотине ну вот например есть критерий правильности суждения обоснованность проверяемость применимых с одной стороны выглядит как логически но потом сразу в трактале поясняется например обосновывать суждение воля неба и души умерших проверяется суждение тем что видели и слышали простые люди применяется оно к тому что одобрено правителем и собственно вроде как логические идеи становятся уже более социальными но зато там есть некоторая разработанная логика лингвистической методологии осмыслили понятие истины по-моему они единственные кто занимались вопросом истины ну естественно статус имен без этого нельзя категории причинности тождества различия и даже слегка сформулировали такие зачатки теории доказательств про имена они в общем-то были идеологическими противниками гунсулуна поэтому если требуют белую лошадь оседлали вороную то это не означает что нет лошади а означает что нет требуемой лошади а умозаключение нет лошади ошибочно то есть они признают рассуждение только о понятиях объектном языке а имена у них существуют ими называют вещи но это совершенно другой статус существования маисты прагматики для них важно что нельзя называть одну вещь разными именами это самое главное а для построения правильных имен для того чтобы не ошибиться была выделена специальная познавательная процедура бен бен это рассуждение которая была призвана установить истину или ложь тоже действие и ключевое понятие истины вот если слова этого человека истинны то его слова не есть ложь и когда маиста определяет понятие истины концепция другими словами да но концепция истины в каноне получили совершенно классическое соблюдением принципа двузначности непротиворечия очень созвучная концепция такского прямо другие примеры но смысл тут же про снег бел и и в главе малый выбор в части в каноне приведены рассуждения которые внешне похожи на силогизм но на самом деле таковыми не являются потому что вот Кобзев хорошо писал формулу заключения отказывается зависимой от содержания охватываемых ими высказанными а также от того какие иероглифы их образуют но кстати про силогистику сразу скажу вот силогистика вообще никак не могла появиться в условиях китайской иероглифики потому что во-первых в Китае символов как таковых нету ну совсем нету потому что каждый иероглиф имеет значение именно вот таких вот совсем символов как буквы латинского алфавита с ними сейчас про идин скажу как раз вот единственное что можно с такой символикой сопоставить это гистограмма но ничего другого а во-вторых в китайском языке нет разделения единственного и множественного числа и все то есть силогистика на этом заканчивается потому что любить хо это любить человека или это любить людей для китайского языка это звучит совершенно одинаково любить одного человека или любить людей и поэтому силогистика там у силогистики шансов не было и у нее даже более того нет не было шансов быть понятой в условиях китайского языка и вот отдельно еще более спорный пункт является это поиск логической системы книги перемен этот текст вообще существенно старше чем все остальное считается что он появился где-то в эпоху западной джоу это 11-8 века до нашей эры а в 5-м и 2-м веках стал гадательным текстом на книгу перемен опирается конкурсанская доктрина в книге перемен представлено 64 гексограмма то есть сочетание прерывистых и непрерывных черт расположено горизонтально друг над другом вот здесь как раз 64 гексограмма изначально по разным версиям книга перемен использовалась в гадательной практике может или представляла собой даже древний алфавит состоящий из 3 грамма и производных словом гексограмм в современном виде скажем так комментариев книги перемен гораздо больше чем содержание самой книги там еще 10 крыльев комментарии добавленные в разное время но большая часть это идея конфуции его последовательства но опять-таки китайский ученый начала 20 века Хуши считает что в комментариях представлены логические категории которыми оперировали конкурсанские и вот что интересно концепция всеобщего изменения как фундамент конкурсанской логики ну такие очень сильные допущения но тем не менее а что касается Идзина здесь наверное интересно нашей исследовательской традиции которая начинается с работ известного синолога Щуцкого который отрицал существование логики как науки в Китае и след за Щулским уже в конце 20 века Хобзев в книге учения о символах и числах китайской классической философии доказывал что логические идеи которые появились в китайской философии не получили развития те которые появились в древности а роль методологии стала выполнять нумерологию или собственно вот это учение о символах и числах хотя строго говоря вот в даханский период то есть до 2 века до нашей эры такого термина не было и Кобзев в принципе считает что Идзин это нумерология а не как нелогика а противоположную позицию отстаивает Крушинский который опять же на базе Идзина рассуждает считая его логической матрицей ну тут мы снова возвращаемся к вопросу что считать логикой и где кончается логика и начинается любая любые бинарные как в Идзине или другие формальные системы но тем не менее если мы берем как-то расширенно то наверное три грамма Идзина это первые претенденты на роль термов Идзина а автоматик книга перемен тогда может содержать некую логику в расширенном смысле это что касается Идзина В Европе уже в 1902 году известный синолог Альфред Форке это один из первых европейцев который начал изучать дошедшие до нас сочинения школы имен писал что диалектика этих статистов относится к самому рудиментарному виду и что китайский ум не поднялся над зачатками и не выработал законченные системы логики причем эта концепция в Европе поддерживалась очень упорно почти до конца 20 века и подводя итог этого древнего периода приходится признать что применительно к древнему Китаю можно говорить скорее наверное о протологике может быть даже о понимании шалака которая дает достаточную базу для рассуждений и даже позволяет анализировать язык но никак не может быть названа именно логика основной практический интерес для мыслителей древнего Китая представляли имена большое внимание уделялось вопросам аргументации потому что дискуссия в ту пору была одним из основных способов распространения учения но и к сожалению многие прочие методологические исследования настили частный характер и с приходом класса Санчухана после распада школ эта эпоха закончилась сразу скажу поскольку в Китае распространялся буддизм что касается буддийской логики ими внедри да монах съездил в Индию привез массу сутр в том числе сутры по индийской логике переводили тоже хэту видео даже назвали китайским термином именем освещения основания но и все то есть на этом видимо положили на полочке и все все закончилось то есть сам термин именем еще как-то фигурировал но нигде никаких упоминаний о том что это как-то изучалось вообще никакого существенного влияния не оказалось буддизм логики на культуру Китая мы помним что ключевой рубеж это 19 и 20 век но до этого были попытки все-таки логику в Китай привести европейская логика пришла в Китай вместе с миссионерами и жилистами это рубеж 16-17 веков Матио Ричи считал что китайская наука не создала никакого представления о правилах логики и ничего о диалекте и это суждение его было аксиомой до конца 19 века и так считалось в Японии так считалось в Китае до того момента но в Японии первыми начали переводить учебники по логике европейские уже в 19 веке и для логики специально резервировалось свое отдельное слово потому что ни Китай ни Япония никогда такого ничего подобного не открывали но как логика впервые европейская попала в Китай вот 17 век иезуитой в Китае чтобы заинтересовать китайцев идеи христианства но надо понимать что Китай древняя цивилизация и тут вдруг какие-то непонятные миссионеры с какими-то непонятными идеями миссионеры кстати тоже понимали и чтобы заинтересовать китайцев они пытались сначала заинтересовать научным знанием потому что как выяснилось в тот момент Китай уже сильно отставал от Европы в области науки и китайские ученые в итоге при обилии попыток перевода специальных логических трактатов Аристотеля в 17 веке иезуитов переводили но познакомились с дедукцией китайцы через перевод с начала Евхрида который собственно сделал Матер Ричи и его единомышленник Сюйбанти этот перевод весьма впечатлили у китайских математиков того времени поскольку выяснилось насколько они отстали насколько знания в области математики и астрономии вообще уступают европейским и вот именно через геометрию китайцы познакомились с логикой как не чистой наукой а как органом и настоящая история перевода понятия логика начинается в 1623 году это можно прямо так датой когда Джулио Алини в записьх о местах не юрисдикции управления географией перечисляет предметы преподаваемые в европейских странах тут появляется первый раз обозначение логики как науки которая занимается развлечением истинного и ложного тогда ее называли ложей а сейчас это не используется и только потом уже собственно начинают переводить логические тексты самым сложным с точки зрения перевода самым таким тяжелым неудобоваримым оказался трактат Мин-Литань исследование принципов имен Франциско Фуртадо или Джизао они пытались перевести не только силогистику Аристотеля но и какие-то там логические тексты того времени то что в Португалии преподавалось в школах и название Мин-Литань то есть опять имена или и образцы имен логика они пытались ассимилировать логику к фитальским реалиям но хорошо сочинения Аристотеля были переведены но очень сложный понятийный аппарат и поскольку логика шла довеском как к христианству потому что инструмент для служения христианству ничего подобного в Китае не было и плюс общий недоверие к западным знаниям собственно все эти переводы с приходом к власти императора Канхи опять закончились и до середины ну почти до конца 19 века все опять заглох с логикой не использовалось ни терминологии никакие исследования не виноват ничего вот перевод есть хорошо и наконец мы пришли к ключевой точке последние десятилетия правления династии цены важный вех в истории проникновения логики в Китай уже с протестантами стал перевод учебника по логике Куильяма Джеванса в 1886 году в серии просветительских книг о западных знаниях вышел учебник для начинающих логика этот перевод сделал очень известный протестантский миссионер и синолог Джозеф Эткинс и почти на два десятилетия в общем-то учебники Джеванса стали основными базисными учебниками в Китае и поскольку Эткинс подошел к переводу этого учебника прямо он провел огромную работу по адаптации европейского учебника к китайским реалиям он менял примеры на понятные китайцы он менял годы жизни на китайские эпохи ну то есть знаете Фрэнсис Бэкон философ эпохи Мин или Аристотель жил во времена сражающихся царств ну и так далее там королева Англии меняется на таком там императора Тан Минхвана и этот метод перевода с адаптацией потом даже получил свое название метод перевода путем замены примеров прям вот методологически он остался даже в истории и в этом учебнике наконец китайцы знакомятся с индукцией и дедукцией как научными методами появляется что-то в Китае отличное от силогистики но что происходит вот конец 19 века и к 20 веку Китай приходит в ужасном состоянии династия уже загибается Китай оказывается истощен опиумными войнами государство отстало в области развития наук и курс меняется китайцы начинают искать в западных науках ключ к ускорению прогресса и при этом вдруг логический метод считается чуть ли не основным способом достижения западного знания ну и к тому же в этот период появляются первые китайские ученые которые получили образование за границей то есть уже знают про логику и вот новая государственная стратегия направлена на ассимиляцию логики если вот буквально за 20 лет Китай из страны где логику вообще не знали превратился в страну где логика преподается во всех школах во всех институтах и это резко повлияло на популярность логики тут начинается массовый перевод учебников переводили учебники с японского и термин логика соответственно в Китай японский и собственно тогда же появляется идея трех логических традиций современную западную логику стали обозначать уже фонетической транскрипцией логичия то есть признали что это наука не китайская но помимо Джеванса из европейских Ян Фу перевел Миля часть системы логики называлось учение Миля об аминах и наконец логика становится уникальной наукой и вот тогда как раз в начале 20 века появляется мысль о том что Китай это наверное тоже в древности была логика и весь 20 век это период принятия и осмысления логики для китайского менталитета 20 век в Европе появляется Лукасевич ну хорошо раз потом Лукасевич в общем в Европе бум логики а китайцы должны были не только за это время познакомиться надо еще было как-то осмыслить и принять совершенно другие совершенно другой способ рассуждения в языке потому что для китайского языка все-таки есть некоторые сложности особенно если считать логистику но в 20 веке они быстро с этим справились и в Китае начала развиваться собственная логика и уже на первом этапе изучение логики пошло разными путями вот классическое изучение европейской логики продолжение работы в данном направлении и тут важную роль сыграл Бертран Рассел вот силогистика в Китае ну как бы она переведена она есть но работ по силогистике существенно меньше но вот а Бертран Рассел система С2 появилась в принципе математика да это 10-й 13-й год а в 1920-м году то есть спустя 7 лет Бертран Рассел посетил Пекин и прочитал серию лекций по математической логике это возымело совершенно эффект разорвавшейся бомбы и к середине 20-х годов в университете Цинфа это один из ведущих пекинских университетов открывается на философском факультете открывается центр логики вот китайский философ Синьген он слушал лекции Рассела на него большое влияние оказали работа Рассела и поэтому китайцы всю логистику проскочили и сразу ушли к математической логике он читал курсы по символической логике конспекты учебников вышел учебник и в общем-то очень много очень большой раздел с логикой первого порядка с принципием математика где 67 теорем некоторые из которых он собственно самый доказал Циньген и при такой популярности конечно удивительно что мы с вами знаем только одного его ученика Ван Хао очень только примечательная личность тоже работал он правда уехал из Китая в Штаты потом но регулярно возвращался читал лекции был знаком с Гёделем написал книгу разговоров с ним нам он известен по логике Хао Вана система Хао Вана да исчисление чайтичных предикатов Хао Вана ну и множество открытий по миксам вот это европологическое направление с упором на математическую логику оно бурно очень расцветало до момента культурной революции и до момента начала дружбы с Советским Союзом дальше начинается перевод советских учебников по логике серии логика Виноградова в которых не было ни логики высказываний ни логики предикатов там была такая теоретическая база и поэтому 50-е 60-е годы для Китая логика была поставлена на службу марксизма ну таков был идеологический вопрос логика диалектика логика марксизма и так до конца 70-х годов пока пока не состоялся первый логический конгресс и где была провозглашена идея модернизации логики и дальше вот в 80-х годах наконец снова возвращается интерес к математической логике и дальше уже учебные курсы снова включают формальную логику появляется огромное количество монографий появляется огромное количество курсов по логике и очень большое количество китайских ученых уезжает за рубеж учиться и дальше работать поскольку европейская логика так оказала большое влияние на Китай в общем-то в ответ в начале 20-го века китайские логики начали оказывать влияние на европейских потому что в начале 20-го века стало очень популярно изучать наконец древнюю традицию в Китае потому что весь 20-й век европейские ученые считали что в Китае логики нет а тут начало 21-го века и начинают складывать какие-то большие довольно центры по изучению китайской логики самая большая группа сейчас в Афстердаме по-моему они сейчас еще работают тот же Йохан Ван Бентом и несколько китайских ученых которые занимаются проблемной логикой в древнем Китае в основном это маисты семантики языка и парадоксы конгрессы проводятся по логике в Китае ну и такие объединения есть по всему миру я знаю в Австралии и из европейских есть еще в университете в Узбране всякие круглые столы конференции и все прочее вот подводя итог тогда вот вам вот три направления в исследовании логики в Китае собственно поиск логики в китайской традиции собственно попытка ассимиляции логики в китайской научной традиции то есть сделать логику для Китая ну как понятный и но более такой наконец перейти к таким фундаментальным логическим исследованиям чтобы уже самим что-то новое делать ну и собственно исследования в русле современной логики и я думаю что об исследователях китайцах мы в ближайшее время конечно еще услышим потому что сейчас внутри Китая очень много работ по логике другое дело что не все переведены ну очень малую часть конечно переводят на английский язык но китайцы пишут очень-очень по формальной логике по по компьютерам по всем этим в общем по всем по всем по всем направлениям сейчас очень много работ на этом я хочу закончить спасибо за внимание большое спасибо Наталья Леонидовна если вы скинете презентацию я смогу поделиться ей с остальными участниками да вопросы у нас будут когда все доклады закончатся период общего обсуждения вот и теперь мы перейдем к следующему докладу следующий доклад он последний на сегодня его представит Игорь Владимирович Берестов кандидат философских наук старший научный сотрудник отдела философии института философии права сибирского отделения российской академии наук доклад озаглавлен современные взгляды на корректность умозаключений в пути истинной поэмы Барменида Здравствуйте уважаемые коллеги я первый раз на этой конференции очень очень рад здесь участвовать вот поэтому позвольте сделать мне вот некоторый доклад который в каком-то смысле связан с историей логики и в этом смысле следует нашей сегодняшней общей конве с другой стороны имеет свою специфику то есть я не рассказываю о логике в ранней греческой философии вообще как она пошла у меня очень такая узкая задача поговорить о поговорить о том с поговорить конкретно о Пармениде и даже об отдельном кусочке маленьком не очень в общем значимом но о кусочке его поэмы под названием путь истины вот посмотреть какая там логика ну в каком смысле какая логика дело в том что в настоящий момент ну очень много разных исследований о Пармениде в основном о них пишут филологи и эти исследования ну показывают ошибочность в основном в подавляющем большинстве случаев показывают в чем Парменид ошибся вот в чем некорректность его рассуждений как я уже сказал все это густо завязано на филологию на интерпретацию греческого текста постарался в общем по-гречески ничего не писать но просто надо понимать что сам смысл и само содержание не только то как Парменид что-то там доказывает но и само самодоказываемый тезис очень сильно зависит от интерпретатора который по совместительству еще и переводчик вот и поэтому работа здесь крайне крайне трудна тем не менее она она значима и значима для истории рациональности для истории логики в том числе потому что это первое достаточно развернутое в европейской традиции такое довольно хорошее по строгости рассуждение которое которое можно как-то обсуждать до сих пор с ним можно как-то спорить оценивать его на корректность и так далее ну вот значит ошибок приписывается Пармениду много но сначала я чтобы было понятно вообще о чем речь сделаю такой маленький на минутку обзор его поэмы что он вообще хочет доказать вот значит там есть разные фрагменты фрагменты тут они как-то написаны вот как-то они тут обозначаются это все не важно значит я не буду это зачитывать просто вот еще раз обращу внимание на то что все зависит от перевода существует некоторая традиция в которой вот вот такого рода вещи переводятся как сущие а это то что не может существовать переводится существует множество разных традиций ну в общем что делает Парменид Парменид говорит о немыслимости несущего он то ли исходит из этого то ли откуда-то выводит но во всяком случае речь идет о том что то что не существует или то что не есть что-то вот в каком-то смысле немыслимо вот и он говорит вот мы пойдем дорогой такой которая все-таки мыслимо вот и будем рассматривать такое сущее которое мыслимо и так далее и пытается из этого что-то дальше вывести значит что такое немыслимость несущего и в каком смысле тут понимается сущее там реальный объект ментальный объект ну об этом как положено люди спорят вот ну это тезис а в принципе Парменид хочет из этого тезиса что-то вывести и вот дальше собственно он выводит он выводит то что сущее не может быть рождено не может быть уничтожено он выводит что сущее что в сущем нет никаких различий что оно есть сразу все вот 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 какой-то такой собственно вот такая стратегия там много разных нюансов но надо в общем понимать ключевые вещи чтобы оценить логику Парменида речь идет о том что не есть немыслимо чтобы это не значило и из этого что-то доказывается вот что доказывается я уже в общем примерно сказал ну вот дальше дальше оп а че там ага вот да я тут особо не собираюсь вдаваться в подробности греческого текста и фрагментов Парменида просто хотел на минутку это все показать единственный фрагмент Б3 который я решился показать на греческом просто потому что он ну мыслите быть одно и то же да в самых простейших переводах здесь варианты предъявлены просто потому что это вероятно самый известный такой фрагмент из Парменида даже те которые в общем не занимаются ранней греческой философией наверняка об этом об этом слышали вот но на самом деле здесь существует масса нюансов опять мысли для кого и быть одно и то же одно и то же что это действляется мышление мыслящего и бытие так сказать мыслимого объекта или его собственного так сказать субъекта мышления бытие в общем все это достаточно непонятно и естественно зависит от того как мы будем понимать это значит то эйной бытие как существование в мышлении существование в реальности или еще что-то ну вот однако тем не менее там при современных спорах фрагмент этот не используется вообще потому что потому что его можно интерпретировать любым способом который нравится но в принципе да есть такая трактовка что для парменида ну подлинным настоящим способом существования является существование ментальное да вот такая трактовка помимо прочих значит существует вот ну дальше пошли уже то о чем я в каком-то смысле сказал имеются ранд фрагментов которые при желании можно интерпретировать которые льют воду так что они льют воду на мельницу субъективного идеализма если так можно выразиться да то есть говорится о том что существование объектов это существование в мышлении какое-то поэтому какими бы то реальные реальными объектами не были были ли бы они вообще или их нет не важно вот что мы мыслим то нам дано а остальное в общем большого значения не имеет вот ну и значит вот такое же еще одно такого же рода загадочное выражение идут споры почему оно может существовать а ничто не может почему оно должно существовать то есть в принципе не очень понятно как выводится вот этот тезис в первом предложении что то о чем можно говорить и мыслить должно существовать споры идут естественно потому что каждый по-разному понимает это самое существование вот ну да с точки 3 по 6 перечислено так называемые в литературе знаки сущего вот он здесь говорит о том что он хочет вывести парменито в этой своей поэме вот а также вот в 11 и 16 говорит достаточно интересные вещи что оно дано сущее если мы предположим что это мыслимый объект то это ментальное сущее будет что оно вот дано полностью и сразу во всех своих аспектах во всех своих свойствах и так далее вот это интересно но я не буду в этот раз на этом сильно акцентировать но в принципе это можно интерпретировать так что сущее является не только ментальным объектом но еще таким холистическим объектом в этом смысле оно существует все и сразу благодаря мыслящему его акту мышления и в общем только одному акту мышления ну вот здесь опять таким в строчке 22 мы видим то что он хочет доказать сущее неделимо неделимо в том смысле что его нельзя разорвать или если это ментальный объект то оно мыслится полностью и все сразу и ну и далее из чего это променит пытается вывести вот ну дальше в 32 строчке речь идет о том что сущее является совершенным незаконченным телеон ну в общем здесь речь идет о совершенстве вот загадочная 34 строчка мыслить ноэму и благодаря чему есть ноэма ноэма это ноэма греческое слово которое параминит употребляет ну в смысле объект мышления вот благодаря чему он есть это акт мышления или что непонятно но если акт мышления то вот мы говорим о том что тогда сущее получается у него действительно реальным нереальным а ментальным объектом ну и вот действительно мы можем это разными способами понимать и разными способами интерпретировать вот и x существует в этом случае тогда когда мы говорим x существует мы говорим что существование объекта релятивизировано к акту мышления то есть существует относительно акта мышления которым он мыслится все вот этот обзор я закончил просто для того чтобы сказать насколько тут ну много разных проблем и сложностей но основная стратегия та о которой я сказал в начале немыслимость то ли несущего то ли того что не есть что-то то ли предложение с отрицаниями мы берем за основу а потом из этого пытаемся что-то выводить дальше я буду показывать разного ну вот в общем я буду демонстрировать ошибки парменида вот я их буду демонстрировать для того чтобы понять что вот в принципе несмотря на седую древность некоторые исследователи которые в общем в подавляющем большинстве случаев прекрасные филологи они занимаются чем они действительно пытаются использовать некоторые ну вот логические некоторую логику некоторую технику потому что иначе парменида интерпретировать невозможно ну вот я считаю важным поговорить об этом потому что я так думаю у нас не очень сейчас в исследованиях в России развита логическая техника для интерпретации именно парменида вот ну первая такая штука она разминочная и она ну она просто показывает вот то что о чем я сказал что этим занимаются филологи и что трактовка очень сильно зависит от перевода вот в данном случае вот в моем переводе и во многом других значит в этом выражении просто ну имеется некоторая конъюнкция значит сущее есть и оно же не может не быть ну или вот то что здесь написано непроизносимое выражение значит Дрейк переводит это не как конъюнкцию а вот как следование какое-то которое здесь вот написано ну и естественно раз он так переводит ну в общем переводит этот сомнительный но все переводы сомнительны значит получается что Парменид здесь ошибался вот ну естественно да получается что здесь имеется некоторая ошибка вот значит вот якобы Парменид утверждает подарилку что мыслимое должно существовать в реальности ну это опять-таки из-за его пресуппозиции он считает сущие у Парменида исключительно реальным объектом вот ну и все остальное будет у нас в том же духе то есть какая-то интерпретация текста связанная с ней ошибка значит проблема самореферентной непоследовательности ну вот рассуждение о различных типах вот можно сказать что оно докатилось и до Парменида значит у нас ситуация такая в одном месте Парменид говорит о том что сущее несущее немыслимо а мыслимо только сущее а в другом месте Парменид говорит о том что мыслимо два пути о том что сущее существует и не может не существовать и несущее не существует и не может существовать ну что тут можно сказать ну вроде как да действительно по тексту появляется противоречие ну противоречие можно подобного рода во многих местах рассуждения Парменида увидеть в конце концов богиня ведь все это рассказывает она говорит и мыслит несущее по меру изложения вот этой самой поэмы поэмы которая излагается прекрасному юноше а значит она свой же собственный запрет нарушает ну ничего ничто тут такое в общем удивительного нету особой важности это для последующего вывода не представляет вот однако однако способ защиты от этой непоследовательности ну вот он он известен он напрашивается и в общем он очевиден да то есть мы говорим не просто о несуществующем а о несуществующем для какого-то акта мышления вот а само положение о том что несущее вот не мыслится оно мыслится актом мышления какого-то в общем другого уже другого типа вот ну значит далее далее мы мы переходим к к вилайму Оуэну да вот который который показывает ну в общем показывает что пытается рассуждать вот на эту тему на немыслимость того что не есть или того что не существует ну вот существует так называемая стандартная интерпретация пароменида ее так назвал Александр Мурилатес который сам же ее в общем-то изобрел на основании своих работ и работ предшественников включая Оуэна и Гвида Каладжера вот значит в этой интерпретации рассуждения пароменида вот оно оно состоит в том что тут в начале собственно и написано значит пароменид пытается вывести то что несуществующие вещи положения дел не могут быть помысленно из немыслимости содержания вот таких предложений предложений с отрицанием вот это стандартная интерпретация он ее не просто так назвал стандартной она просто в 70-х в конце 60-х 70-х там годов стало просто подавляющей в англоязычном мире при интерпретации пароменида потом консенсус слегка разрушился но тем не менее это действительно доминирующая интерпретация вот значит вопрос проблема с этой интерпретацией состоит в том а почему же мы собственно утверждаем немыслимость предложений вот такого вида да ну и в дальнейшем вот то что я буду рассказывать это будут рассуждения современных интерпретаторов на эту тему почему а не есть б нельзя помыслить вот вы видите вариант оэна значит проводится различного рода эквивалентности и значит утверждается что если бы мы говорили а не есть б то мы нарушали бы вот этот завет парменида тезис парменида т.п. да я обозначил несущая немыслица вот но если мы отказываемся принимать в сущее как реальный объект эта аргументация не работает особенно если принять во внимание вот усовершенствующую усовершенствованную версию тезиса парменида со звездочкой здесь вот а в принципе то конечно желательно не вот так вот сходу не говорить о том что вот парменид сказал что ай-яй-яй недопустимо предложение вида а не есть б потому что из этого действительно можно сразу и гомогенность однородность отсутствующие отсутствие различий в сущем вывести очень много чего можно из этого сразу вывести но тезис очень сильно обедняет наш логический язык и в общем выглядит так вот странный для посылки монгомери ферт следующий герой он говорит о том что это стандарт ну это в общем часть стандартной интерпретации что мышление сводится то ли к указанию то ли к референции то ли к именованию но всегда речь идет о какой-то реальные вещи вот это важно он себя гиперденотационистом называет ферт утверждает что термины контррессенциального предложения не могут ни на что указывать значит содержание не может мыслиться ну напрашивающаяся критика со стороны любителей покритиковать значит субъективно вот с такой с точки зрения субъективного идеализма парменида вот она здесь представлена мы можем мыслить какое-то понятие вне зависимости от того есть ли оно в в реальном мире вот значит следующий подход да что там да следующий подход утверждает ну утверждает что вот эта связка эсти или есть по-русски она в ней всегда есть что-то от отождествления да то есть мы говорим о том ну этот подход к Чарльзу Кану восходит я не буду тут даваться в длинные исторические подробности просто в сухом остатке говорится о том что мы не можем вот просто сказать а есть б мы должны либо отождествлять их либо произносить предложение вроде как Вася есть человек то есть отождествление человека с его видом вот и где тут действительно и в обоих случаях как утверждается Каном ну в любом случае есть какой-то компонент отождествления ну таким образом получается что обычную связку есть мы используем только в одном и очень узком смысле и если мы действительно будем так использовать все ну да конечно мы можем вывести все что парамениду хочется но естественно это рассуждение уязвимо почему бы нам другие связки для других наших нужд не вести и как тогда мы будем выводить то что хочется парамениду ну вот да такая проблема дальше поехали следующая следующая проблема ну видите здесь уже проблемы такого такого рода значит с точки зрения Александра Мурилатоса вот почему нельзя мыслить вот такого рода предложения потому что нельзя представить не какому-нибудь собственному имени и вот помыслить предложение вот с такой конструкцией почему нельзя ну потому что количество реальных вещей бесконечно вот поскольку мышление в этой интерпретации сводится к там к наименованию наименовать их чисто физически невозможно поэтому вот сделать это не не представляется возможным ну критика такая же как критика Баррингтона Ферта вот мы можем рассматривать как объект исключительно как внутренний как как ментальный такой объект еще одна такая штука значит еще одна штука еще одно доказательство связанное с этой неитакой у Мури Латоса вот представлено здесь но здесь совсем получается тяжелый такой случай потому что в итоге в итоге Мури Латос говорит о том что в общем у Парменито была полная путаница ну не только его одного у его у всех греков его современников в общем полное неразличение имени собственного и нарицательного вот значит он был предвержен так называемой наивной метафизике вещей в которой в которой вот признавали существующими только вещи а их характеристики их свойства не признавались существующими вот в результате получается если если мы запретим вот действительно все кроме собственных имен ну мы конечно тогда безусловно получим получим что мы хотим но мы получим еще много чего мы получим запрет на многие наши привычные предложения которыми мы привыкли оперировать и в общем это конечно же крайне неестественно Мурилатес конечно сам утверждает что это абсолютно неправильно но вот говорит что это в силу наивности греков на том этапе было в общем это несколько недружелюбная интерпретация парменида вот ну а теперь немножко другая интерпретация у нас есть ну ведущий выдающийся очень известный античник Джонатан Барнс значит который пытается показать что вот этот тезис который я во фрагменте Б2 и большаясь провозгласил что значит сущее не просто существует а существует необходимо вот он пытается ну представить за парменида вывод как парменид мог бы этот тезис вывести как он бы мог его вывести ну вот примерно так как написано в общем что нам здесь интересует так это в общем получение строчки 3 поскольку здесь используется так называемый незаконный перенос модальности ну вот считается что в силу того что парменид не владел формальным аппаратом он в общем слишком вольно помещал слово необходимость необходимо в разные места предложения от этого собственно говоря и запутался вот ну само по себе это рассуждение может конечно там прекрасной рекламой служить необходимости изучать формальные методы но вряд ли что-то более потому что да действительно это такая недружественная трактовка парменида вот а учитывая в общем его влияние и значимость хотелось бы что-то более дружественное вот а на этом слайде у нас говорится о том что было до стандартной интерпретации то есть до того как пришел Мурилатас и в общем ее систематизировал и выработал до того я ну в общем очень сильно там огрубляю но можно так сказать царствовал подход Аристотеля да то есть Аристотель говорит вот парменид хочет показать что значит все едино то есть ты не можешь сказать а не есть б а почему ты не можешь сказать а не есть б а потому что вот суждение типа а не есть б или а не есть белая они запрещены а почему они запрещены А потому что мы производим, так сказать, обрезание этих суждений с конца. Слово «белое» обрезаем. Если «х» не есть белое, то мы подразумеваем «х» не есть. А несущее немыслимо – ну и все. Поэтому мы не можем сказать «а» не есть «б». Это был подход Аристотеля. Кирк Ревин, его использовали помимо многих других, потом от этого подхода отказались. Интересно, что отказались от одного смешения, но стали признавать другого смешения разных видов предикации, о которых я уже говорил. Оуэн тоже рассматривает Парменида как совершающую некоторую ошибку. Рассуждение, которое стоит за этим, здесь приведено в Б6. То, о чем можно говорить и мыслить, то есть сущее должно существовать, ибо оно может существовать тогда, как ничто не может. Я перевел греческий текст, потому что видно, что ни о каком «может» здесь речь не идет. Это все от переводчиков. Хотя, в принципе, это устойчивое выражение. Явным образом здесь проводится вывод, который тоже является ошибочным и незаконно отождествляется то, что не может существовать, с тем, что не существует. И это у нас уже последний слайд, потому что у меня действительно уже, наверное, одна минута осталась. До сего момента я говорил о разных современных выдающихся интерпретациях Парменида, которые находили у него в поэме различные ошибки. Теперь я представляю слайд, на котором написана, с моей точки зрения, корректная интерпретация Парменида, в которой никаких таких грубых ошибок нет. То есть, первое, нет некорректности в редукции, а второе, положения, используемые в качестве посылок, они осмыслены и, в принципе, вполне нормальные. Ну, вывод, не бог есть какой сложности, вывод из двух посылок, заключение. Вот, единственное, что я бы хотел прокомментировать, да, значит, за основу здесь берется, ну, то, что Парменид пишет о сущем, которое неделимо. А диаэритон, ну, можно рассматривать как неразличимо, переводить как неразличимо, а значит неразличимо в мысли. В общем, рассматривается объект, сущая у Парменида, как объект мышления, внутренний ментальный объект, строго ментальный объект, который не может быть реальным объектом. И, кроме того, оно еще и холистическое, то есть, как пишет Парменид, либо есть, либо не есть, либо оно есть всегда, либо оно есть никогда. И вот неразличимость, вот эта самая, она выводится именно из его холистического характера, как тут написано, холистического допущения, ну, и, соответственно, критерия неразличимости. В явном виде в тексте, в общем, присутствует только, ну, вот утверждение диаэритон, то есть, только вывод с посылками. Ну, кое-что можно разглядеть, значит, в качестве холистического допущения всегда или никогда, и, в принципе, Парменид много об этом пишет. Но второе допущение, оно практически домысливается, во всяком случае, ну, надо признать, что здесь моя трактовка, вот, про огонь и ночь, она достаточно натянута. Вот, ну, тем не менее, это получается достаточно осмысленная интерпретация, которая в духе Баррингтона, то есть, ментальных объектов, которая стремится интерпретировать Парменида достаточно доброжелательно. При этой, достоинства этой интерпретации состоят в том, что все, что хотел Парменид вырасти, вывести, то есть, нерожденность сущего и отсутствие в нем различия, отсутствие изменений, отсутствие движения. А, я уже сказал, да, что оно не может родиться и погибнуть, ну, в том смысле, как Аристотель говорил, там, стало быть, не возникая, перестало быть, не приходя. Вот все это можно при этой трактовке вывести. Ну, и, в заключение, да, в общем, у Парменида все-таки есть логика, и мы можем трактовать его рассуждение как действительно корректную логику. Вот, у меня все, спасибо за внимание. Большое спасибо, Игорь Владимирович. Вот, на сегодня у нас доклады закончились. Мы сейчас сделаем перерыв из-за технических трудностей. В самом начале у нас все немножко сдвинулось. Ну, вот, у нас полчаса остается. Давайте на полчаса прервемся. Можно не выходить, не отключаться, да, просто выключить микрофон и камеры, и вот через полчаса мы начнем наше обсуждение, когда можно будет задать вопросы докладчикам и выступить с какими-то короткими сообщениями по теме круглого стола. Ну что, уважаемые коллеги, у нас перерыв по расписанию должен закончиться. Вот, если мы готовы продолжать наше обсуждение, то давайте мы к нему перейдем. У меня есть такой вопрос, в первую очередь, ко всем нашим докладчикам. Вот насколько, как вы считаете, правомерно говорить о зарождении логического знания за пределами Древней Греции? Все же мы культурно больше относимся именно к этой традиции, да, и как-то логику мы интерпретируем вот в своем таком современном ключе. И довольно сложно говорить о логике в Древнем Китае или в Древней Индии, в смысле того, что эти традиции очень сильно не похожи на то, как мы привыкли себе логику представлять. Вот, как вы считаете, насколько вообще правомерно выделение вот этих вот нескольких традиций? Да, можно, наверное, даже без поднятия руки. Вот Наталья Алексеевна уже подняла, пожалуйста. Давайте тогда вы начнете. Я думаю, что проблема здесь сходна с философией, например, да, и с другими содержаниями западной культуры. Она особенная. В ней очень многие вещи выделились в качестве самостоятельных областей знания. В Индии логика не выделилась в качестве самостоятельной области знания, но это не значит, что там не было теории рассуждений. Она была. И поэтому ее вполне можно исследовать и нужно исследовать. И если у нас есть общепризнанные определения предмета логики, ее объекты, ее методов, то это уже критерия для того, чтобы сравнивать какие-то феномены, реальные феномены в разных культурах. Вот с китайской логикой там, безусловно, сложнее, потому что там и философская, и мировоззренческая система тоже не одна, и они все отличаются от индийской, от западной. И там гораздо больше умолчаний, чем в индийской. В каждой системе мысли есть свое умолчание и свои экспликации. Но это не значит, что они не участвуют, скажем, в неэксплицированной содержании, не участвуют в обсуждении вопросов важных для той или иной области. Они все равно участвуют. И логические проблемы обсуждались с учетом тех антологических представлений, ограничений на постановку антологических вопросов, которые в Индии были заметны. Но, между прочим, сами традиции, как правило, о них не говорят, потому что им это неинтересно, и для них это самая очевидная вещь. А со стороны другой культуры об этом можно говорить. Вот в этой связи мне приходит на ум выступление французского компаративиста Мишеля Юлена, который говорил, что да, в компаративистике ситуация не внушает особого оптимизма, потому что там имеет место постоянное дробление тем. Каждый занимается вопросами своей узкой области, и поэтому дискуссии становятся все менее и менее возможны. То есть он просто отметил положение дел на тех конференциях и конгрессах, в которых он участвовал. Не только у нас в России. У нас в России очень часто бывает, у него супруга Виктория Юрьевна Лысенко работает в институте философии. И он наблюдает ситуацию как бы и на Западе у нас в России. Везде одна и та же ситуация. Дробление тем, специализация, вопросы задавать друг другу в обсуждениях очень трудно, потому что каждый в своей узкой области. Но в то же время он отмечает другую тенденцию в связи с этим. Дело в том, что эта специализация, она выходит за границы локальных культур. И скажем, вот он приводил пример с Декартом, так любимым французскими философами французской культуры вообще, что сегодня в Китае столько же специалистов по Декартовску и Кавафранции. То есть узкоспециальные темы, они становятся интересными в других культурах. Диалог уже можно вести не внутри культуры, а между. Это очень хорошо. Здесь я уже добавлю, что называется, свои три копейки в эту позицию, потому что я тоже знаю, что когда философ не ангажирован какой-то системой отношений, каким-то сообществом, у него всегда больше шансов взглянуть на ситуацию объективно. Вот если бы я писала то, что я пишу про индийскую культуру, философию, логику в Индии, мне бы просто не дали публиковать это, потому что это обидно для индийской культуры. Но здесь я могу это делать. И, по-моему, это хорошо. Взглянуть объективно со стороны на другую традицию доброжелательно, с желанием понять. Это очень хорошо. Хорошая позиция. То есть шансы у компротивистики есть. И нам нужно учитывать просто ситуацию и работать в соответствии с этой ситуацией. Спасибо. Может быть, кто-то еще хочет высказаться по этому вопросу? Можно я скажу пару слов буквально? Дело в том, что... Но вы понимаете, да? Логика в Китае – это еще более такая зыбкая почва, чем логика в Индии, которая все-таки как-то более... Ближе к нам. И если... Но при этом вы не представляете, какое количество книг сейчас в Китае написано по истории логики в Китае. То есть Китай полностью уверен, что логика была, история фундаментальная. А так, в принципе, можно говорить о логической мысли древности. Но если вот так вот напрямую, там, логическая теория – нет. Не было логической теории. Логическая какая-нибудь система формальная – тоже нет. Но логические идеи – да, потому что китайцы склонны к очень такому пошаговому структурному рассуждению. Поэтому, ну, в зависимости от того, что берем как логика. Если мы берем там какого-нибудь Жан-Ива Безью, у которого логика теперь, по-моему, любая интеллектуально-познавательная процедура, да, то да, конечно, в Китае есть логика. Там есть что обсудить. Ну вот как-то так. Да, спасибо. Вот у меня есть как бы продолжение этого вопроса. И в некотором смысле небольшое возражение, может быть, в сторону Игоря Владимировича, доклада, который он представил. Насколько вообще вот изучение древней логической традиции может быть адекватным в следующем смысле? Мне кажется, что мы зачастую ведь подходим все равно как-то ангажировано к изучению вот этой древности, взглядов древних. И кто-то, может быть, ищет ошибки, которые древние совершали с точки зрения наших стандартов рассуждений. А кто-то, наоборот, старается подвести вот эти вот зачастую не совсем ясные тексты для современных читателей под современные стандарты рассуждений. Где, как бы, скажем так, граница между двумя крайностями? Как бы хотелось какой-то баланс соблюдать, да? И с одной стороны не обвинять, допустим, Парменида в совершении всех возможных логических ошибок, а с другой стороны и не додумывать за него, как же он там на самом деле рассуждал, да? То есть где мы можем обнаружить вот это вот логическое знание в том виде, в каком оно действительно в какой-то момент развития истории существовало, имело место, да? В каком виде оно было? Ну, мне кажется, это, в принципе, такая проблема для интерпретации любых достаточно древних источников. Да, это проблема, я думаю, для интерпретации любых источников. Ну, мне кажется, лёгкого решения тут нет. То есть, ну, вот просто фактически из того, что я читал о древних авторах, о авторах, ну, греков, я только про греков, вот, про раннегреческую философию, ну, трудная очень проблема, и чем дальше вглубь веков, тем труднее. Ну, вот, если хочется соблюдать баланс между чем? Между каким-то таким произвольным толкованием совсем уж вообще никаким, и всё-таки, то есть не завираться уж откровенно, и всё-таки вот какой-то такой вот более-менее доброжелательностью. Ну, просто, просто вот по моему опыту этой самой истории с Мурилатесом, со стандартной интерпретацией, которую он сделал, как соблюсти баланс, только вот, вот говорят, время лечит, да? То есть вот проходит очень много наслоений разных интерпретаций. Потом они как-то иногда более-менее устаканиваются, все явные натяжки, они как-то становятся более-менее очевидными, и получается вот действительно какая-то такая информация, ну, короче, её можно уже и в учебнике в каком-то смысле включать, хотя вот те авторы, с которыми я работаю, я не знаю, там слишком много разных интерпретаций, там если учебник, то всё равно он будет разные интерпретации содержать. Ну, просто не одну, а вот много. Вот в этом смысле здесь нету рецепта. Всё зависит от интерпретатора и от того, что он хочет. И здесь, в принципе, нужно быть иногда довольно вот таким искренним. Вот, допустим, надо, в общем, явно говорить, акцентировать своё внимание своих читателей, что ты от этого хочешь. Ну, то есть вот если ты хочешь написать доброжелательную такую вот, в общем, интерпретацию, ты вот об этом скажи. Это будет хорошо. Вот, если ты хочешь подойти с точки зрения, в общем, чисто филологического анализа, тоже вот хорошо будет, если ты скажешь и не будешь, в общем, выдавать это за какой-то такой вот универсальный метод. Вообще, насколько я понимаю, вот эти споры о методологии, истории и философии вообще, ну, это уже вообще, да, это не только про Параменида, да, но уже давно отказались люди, ну, вот методологи, от реконструкции того, что было на самом деле. Для некоторых групп товарищей вот это, того, что было на самом деле, это как бы, ну, не знаю, ну, это неприлично, это ругательство, это как познать вещь себе, это, ну, вот что-то такое. Вот, поэтому, ну, поэтому надо действительно быть просто искренним и говорить, что ты решаешь маленькие задачи. О, вот я увидел здесь вот такую-то параллель с Расселом там и еще с кем. О, вот, да, это хорошо. Но ты не делай из этих параллелей далеко идущих выводов. Не говори, что там Параменид на самом деле вот делал то-то, то-то, и вот, в общем, типы у него разные, еще чего-нибудь. Вот. А еще вот Лев, наверное, не упомянул. Ну, то есть вот то, о чем Лев сейчас говорил, это одна как бы задача для историко-философии, а может быть вот немножечко другая. Она связана с тем, что вы занимаетесь, ну, вы немножко релятивизируете вот каким-то современным делам вот эту вашу историко-философическую реконструкцию или интерпретацию, но делаете эту релятивизацию более явной и четче все проговариваете. Ну, вот, например, ну, там вот я участвовал в разных изданиях под названием «Аналитическая история античной философии». Вот там явно проговаривается, что такое вот, что это такое. То есть вы явно говорите, что вы используете вот этот текст для каких-то вещей. Вы рассматриваете последующие дискуссии, смотрите, как этот текст наследил, и говорите, что да, но вот эти дискуссии, они, несомненно, связаны или могут быть связаны с этим текстом, и это придает значение или значимость этому тексту. Это тоже важно, да, вот изучать хвост, изучать влияние. Это интересно, но это отдельная задача. Это, ну, никоим образом вас не приближает к тому, что имел автор в своем сознании, когда вот это вот написал. Но, тем не менее, это тоже интересная задача, потому что, ну, вот каким-то образом мы все равно глубже понимаем по последующим дискуссиям, как оно дальше играет, вот какой-то текст. Вот в последнее время мне вот эта последняя задача больше нравится. Это не значит, что она как-то лучше или более достойна, но вот она имеет право тоже на существование. Ага, спасибо. Вот не совсем непонятно, что же такое доброжелательность в интерпретации разных текстов или разных традиций. Ну, то есть, есть вот такая точка зрения, и Наталья Леонидовна ее озвучила сегодня, о том, что и дзин, может быть, это такая древняя, чуть ли не формальная система уже, да, какая-то. Является ли это такой вот доброжелательным отношением? Ну, то есть, мы не хотим никого обидеть, и поэтому пусть и дзин будет и формальной системой, и системой гадания, и тем, и другим, и третьим. Вот где мы остановимся-то в итоге? В нашей доброжелательности, если хотите. Ну, я могу сказать. На самом деле, доброжелательность – это не то требование, которое только я выдвигаю. Вот в технологиях критического мышления об этом тоже идет речь, и доброжелательность – это всеценно явное отнесение к ценностям, к позитивным ценностям. То есть, мы можем оценивать любую систему, чего угодно, через отнесение к ценностям. Мы, собственно, так всегда и делаем, потому что мы ценностное существо, мы живем сразу во многих измерениях, в том числе в ценностях. Можно относить любые воззрения к позитивным ценностям, а можно к негативным. Когда мы говорим, что здесь нет никакой философии, мы сразу исключаем из числа позитивных ценностей, потому что философия для Западной Европы – это очень большая ценность. Но вот я именно это имела в виду. Отнесение к позитивным ценностям как признак доброжелательного отношения к любым теоретическим воззрениям. Да, ну то есть, допустим, мы берем какой-то древний текст, читаем его, и из чувства доброжелательности говорим, что там действительно есть своя какая-то особая логика. И с точки зрения современных каких-то представлений о логическом мы, допустим, обнаружили там какое-нибудь противоречие с точки зрения, допустим, классической логики. Но наша доброжелательность не дает нам акцентировать внимание на этом противоречии. Мы должны как-то перейти к другой интерпретации, где это противоречие не будет возникать. Вот так ли? Ну, на самом деле, в теоретическом исследовании работает же ни один критерий, ни один метод отнесения к ценностям. Там работает много разных методов. И принцип объективности еще никто не отменял в качестве одного из когнитивных принципов. И мы всегда будем стремиться не к субъективной, а к когнитивной, но по крайней мере, в рамках какого-то сообщества оценки. Поэтому, да, мы будем стараться все-таки, если мы заметили там противоречие, о нем сказать. Но это не будет отнесение к негативной ценности этой теории. Это будет установление неких структурных особенностей. Вот когда я смотрю логические тексты, я могу там находить какие-то качества, которые не соответствуют представлениям о логических текстах на Западе. Ну, я же не говорю, что это вообще бред. Я говорю, что вот здесь все такие есть особенности логической теории. Дело в том, что всякая теоретическая система, будь то философская или логическая, она на самом деле решает задачи той культуры, в которой появляется. Если она делает это успешно, это тоже особенность этой системы мысли, на которую можно обращать внимание. Вот я сегодня не говорила, но в логической теории Индии совершенно явно просматривается запрет на постановку неких больших вопросов, касающихся основ религиозного мировоззрения. Там могут обсуждать вопросы относительно следствия из этого мировоззрения. При этом, вы знаете, что в логике опровергают следствие, мы не опровергаем сантезис. И это тот метод, к которому пришли индийские философы всем своим сообществам. И это тот метод, который позволил совершить выбор в пользу многообразия религиозных позиций. И там такая духовная свобода, которая на Западе, пожалуй, не снилась. Там существует одновременно очень много религий. И между ними не было религиозных войн. Хотя вообще отступление, скажем, Адхармы, Адхарма – это одно из значений религии, оно в индуизме может довольно жестоко караться. Но оно карает индуистов, законодательство индуистское. А сторонников других религий оно никак не карает. Сторонников других религий можно пытаться увлечь своим мировоззрением. То есть это особенность теоретического дискурса, в том числе проблем полемики. Мы можем полемизировать, но мы не должны переходить на какие-то агрессивные физические действия. Мы должны показать превосходство своей системы. И это делается средствами логики теоретического дискурса. Потому что другими средствами этого не будет демонстрировать. Это выбор индийской цивилизации. Хорошо, спасибо. Я вижу, Николай Вячеславович хочет вопрос задать. Да, спасибо. Во-первых, приношу извини, что я опоздал после перерыва. Может быть, я что-то пропустил. Но у меня есть два вопроса, которые я хотел задать еще во время первой части. Они накопились. Сразу к Андреям Натальям. Наталья Алексеевне, Наталья Леонидовне. Правильно, да? Леонидовна. Верно ли я понимаю, что классические системы, что можно было бы назвать логическими системами древней Индии, древнего Китая, в современных терминах следовало бы назвать не структурными, а субструктурными логиками. Потому что структурой рассуждений не интересовались вообще, а интересовались понятием, и что из него вытекает. Я правильно понял? Это первый вопрос. Ну, если относительно Китая это может быть верно, то относительно Индии это совершенно неверно. То есть они интересовались структурой рассуждения? Да. То, что я об этом не сказала, не означает, что у них не было теории структуры рассуждения. У них как раз было много таких теорий, и в этом проблема для нас, потому что у них не было единства мнений. Если, скажем, на Западе силогистика Аристотеля это общепризнанная система, то в Индии было много силогистик, и они работали, они работали в полемике. И более того, вот такого рода специфика, скажем, школьной теории силогистики, она скрывалась для того, чтобы потом за счет незнания этой специфики можно было оказать победу в споре. У них были правила ведения полемики. Вот их, опять же, трудно полностью реконструировать, потому что они в разных текстах встречаются. Но мне попадалось одно относительно времени, отводимого на поиске ответа. Если ты не отвечал в течение двух минут или трех минут, то ты проиграл. А как можно было добиться победы, если все были очень изощренными, очень информированными, а можно было добиться, только поставив человека в тупик? И вот в Шатападхабрахмане, которую я сегодня упоминала, там именно это имеет место. Удалака, Аруни и Шаунака столкнулись в поединке в борьбе за место Брахмана. Это очень неплохое место, надо сказать. Они столкнулись, и Шаунака начал вести полемику, поскольку он представитель местной духовной знати. Он хорошо знает ситуацию в этом регионе. Начал задавать вопросы Удалаке. Но это были не научные вопросы. Эти вопросы касались знаний ритуала, и более того, они ставились в метафорической форме. То есть там понять, о чем идет речь, было практически невозможно, если ты не варился в этом соку. Если ты конкретную ритуальную практику не знал, то ты ответы на эти вопросы не дашь. Но именно это и произошло. Но это очень показательно в смысле принятия методов ведения полемики. Шаунака знал эти методы, он знал в реалии местной ритуальной жизни, а Удалака, видимо, не очень хорошо знал методы ведения полемики, да еще и местной ритуальной практики не знал. Поэтому проиграл. То есть я резюмирую то, что вы сказали. Вы в своем докладе опустили структурную часть логики, и у меня поэтому осталось, наверное, такое представление, что скорее это была структурная логика понятий, а не логических взаимосвязей. Как раз между понятиями и высказываниями в Индии нет большой разницы, потому что санскрит позволяет формулировать предложения без глаголов вообще. То есть когда ряд существительных, да еще в одном падеже, понятно, что все они относятся к одному и тому же объекту. Тут совсем не обязательно упоминать какой-то глагол. Вот такая форма, языковая форма, когда понятие сливается с предложением, она обусловила особое отношение к структуре. Структура в индийской логике имеет место. Скажем, вывод анумана структурируется, но он структурируется на члены аваява вакля, на члены, которые приравниваются к высказываниям. При этом высказывание может выражаться одним словом. Просто эксплицируемый смысл, он выражается одним словом, а за ним стоит некое утверждение о том объекте, который называется в качестве, допустим, логического основания. Вот пример такой логики. На горе огонь, так как там дым. Вот дым – это термин, это понятие. Это средний термин, логическое основание вывода. Но когда говорят, так как там дым, понятно, что тут можно развернуть это высказывание. На горе дым. Собственно, на Афина-Яйке они так и делали. Они говорили, гора дымится. Это уже высказывание, это же уже не понятие, когда гора дымится. А дым – это просто понятие. Ну, то есть структура была, просто она не такая, как в западной логике, и отношение к этой структуре тоже было несколько иное, потому что для Аристотеля его силогизм, он состоит из логических форм, то есть мыслей. А для индийцев силогизм состоит не из мыслей, он состоит из разных актов, которые выражаются в слове. И тут важно правильно выразить эти акты. Тогда всё будет хорошо, тогда в заключении мы получим истинное высказывание. Но мы можем неправильно выразить, скажем, мы говорим «на горе дым», а там может быть не дым, а пар. И тогда мы допускаем ошибку и получаем неправильное заключение в силогизме. Понятно, спасибо. Значит, я не очень внимательно слушаю, ещё раз надо повторить ваш доклад, посмотреть ещё раз. Может быть, ссылки литературы. Всё, потому что доклад, это же отрывочные какие-то... Да-да-да, я понимаю, я понимаю. Статьи мои, есть статья в Большой Российской энциклопедии, посвящённой буддистской письмовой биологике, есть статья на сайте Института философии, там у них энциклопедия электронная висит, там тоже есть моя статья. Вот там более-менее... Но всё равно, понимаете, это такой огромный материал, такой огромный исторический период, такие изменения. Всё сразу не воткнёшь ни в один доклад, ни в одну большую статью. Если ведущие позволят, я ещё хочу задать вопрос Наталье Леонидовне. Можно? Да, Наталья Леонидовна тоже хочет ответить, похоже, на вопрос, но ей всё никак не дают. У меня есть более специфичный вопрос для Натальи Леонидовны. Вы знаете, извините, я не успел за этот час, но я был немножко другим занят, но то, что я сейчас буду говорить, соответствует действительности. Лет восемь назад в Высшей школе экономики на семинаре «Формальная философия» была проведена совместный российско-китайский семинар по формальной философии. Я на нём присутствовал, и один из докладчиков, как раз очень пожилой китайский логик, логик и философский логик, как раз делал доклад про историю развития логики в Китае. Имен я, разумеется, не помню, но я берусь всё восстановить, то есть я отвечаю за то, что сейчас говорю. Хорошо? И вот, в частности, как раз примеры про белую лошадь он приводил, заметим, доклад делался на плохом английском, я тоже не на эти в спика, понятно, да? Поэтому у меня возникло следующее недоразумение. Пример про белую лошадь был следующий. В трудах одного из китайских классиков, как раз древних, было рассуждение. Человек, способный управлять белой лошадью, способен управлять лошадью. Я тогда подошёл и спросил. Сейчас будет Наталья Алексеевна, и она мне скажет, я вообще говорю глупости сейчас. Тем не менее. Я подошёл и спросил. Является ли белая лошадь единым понятием в китайском языке? Потому что, например, давайте скажем, как я представляю индийскую логику. Человек, способным управлять белым слоном, то есть быть правителем государства, может вовсе не уметь управлять лошадью вообще. Понятно? Вот тогда мы так и не достигли с этим китайским профессором взаимопонимания. Поэтому я сейчас вас прошу, Наталья и Леонидова, разрешить, является ли понятие белая лошадь единым понятием, или это отдельно, или это два концепта, белый и лошадь. И просто это действительно пересечение двух концепций. Потому что, если человек, еще раз повторюсь, человек способен управлять белым слоном, может быть не способен управлять слоном. Я поняла ваш вопрос. Для Гонсон Луна белый и лошадь это совершенно разные понятия. Это вообще, ну, в общем-то, такая однозначная позиция, которая обоснована, которая там, которая посвящена большей частью дошедших до нас глав трактата. Модзе, скорее всего, тоже будет разделять белый и лошадь. Просто белые лошади, ну, как универсум белых лошадей, это подмножество, множество лошадей вообще. Потому что Модзе рассуждает только относительно объектов. То есть он берет естественный язык и рассуждает относительно объектов. Гонсон Лун хитрее, и он в своих рассуждениях пользуется терминами, которые, ну, в принципе, в письменном языке мы сейчас берем в кавычки, да, вот этот телега проходит, все, что я говорю, проходит через мой рот. Телега проходит через мой рот, ну, в общем, да. Потому что я могу сказать слово телега. На этом играет Гонсон Лун, потому что он уже явно чувствует, что уровни языка могут быть разными, но нигде дальше это развитие не получило. И если вы хотите ответы на первый вопрос, то да, наверно, да, наверное, вы правы, все-таки в Китае в древнем занимались больше понятиями. И про структуру рассуждения практически нет ни у кого, есть чуть-чуть совсем умоистов, но этот, ну, как откровенно, относительно логистики, это очень слабая позиция. То есть вот есть вроде бы как рассуждение, да, вот это рассуждение правильно, а почему оно правильно, и начинается там, потому что это, допустим, для блага поднебесной хорошо, да, потому что это ведет в гармонии. Ну, критерии очень такие нелогические, прямо скажем. А дальше, дальше все это заглохло, поэтому, но есть такой нюанс, до нас дошли китайские только тексты, понятное дело, что никаких других у нас источников нет. И тексты вот имеют очень строгую структуру, но мало того, что китайский язык, он структурный, с ним не поиграешь, там слова в предложении не попереставляешь, допустим, а китайские тексты, которые, допустим, дошли до нас на ваньяне, на классическом китайском, они имеют настолько строгую структуру, то есть там вплоть до того, что смысл предложения, вот предложение состоит из двух частей, и если первое состоит из четырех иероглифов, то будьте добры, вторую часть тоже из четырех иероглифов, чтобы оно выглядело правильно, красиво и гармонично. Причем это может уйти настолько в ущерб каким-то грамматическим конструкциям даже, что видимо существовали какие-то внутренние негласные критерии и структуры, но в явном виде ничего этого нет, мы можем так догадываться, что да, вот, но это видно, это настолько заметно, что этому посвящена, допустим, работа Спирина по структурализму в китайских китайских текстах структура очень интересная, но в явном виде ничего такого нет, увы. Понятно, спасибо, спасибо. У меня все, у меня пока все, микрофон и камеру. Хорошо, спасибо, вот у меня есть еще уточнение по поводу белой лошади, а как это выражается в китайском. Я, правда, только упрощенный китайский более-менее чего-то там могу понять, вот, то есть там что-то типа байма или это что, байсоды ма или как? Да-да-да, байма фэйма е, ну е это ваньянь, это точка ваньянь, да, байма, фэй отрицание ма, то есть белая лошадь не есть лошадь, так и есть. Ага, ясно, спасибо. Ну что, коллеги, какие-то вопросы или... Ага, вот Анна Моисеева хочет задать вопрос, пожалуйста. Да, здравствуйте, спасибо за интересное сообщение. У меня вопрос к Наталье Алексеевне. В вашем докладе прозвучало, что в рамках индийской традиции логика имела функцию отличную от той функции, которую она имела в западной традиции, в том смысле, что деятельность ума оценивается, деятельность разума оценивается как в целом вредная и что с ней можно бороться, в частности, с помощью логики. Вы не могли бы как-то раскрыть эту мысль? Да, конечно. Ну, сразу хочу сказать, что в индийской традиции не сложилось эквивалента западному понятию разума в том его смысле, который определил Декар разума как способности, являющийся абсолютным критерием истинного знания и по сути источника истинного знания, поскольку в разуме уже есть некие идеи, заложенные туда Богом. Вот такого представления не было. А что касается ума, который может дискутировать до бесконечности, да, это очень опасная вещь. Вот сначала брахманы, они допускали некоторое время интеллектуальную свободу, то есть разрешали спорить на любые темы, а потом в священных текстах брахманизма появился запрет на такого рода споры. И если мы посмотрим тексты буддистов, которые тоже были участниками дискуссионного клуба, то там сам Будда высказывался против спорщиков. Он, правда, называл их еретиками, терчиками и вообще запрещал своим ученикам вдаваться в долгие дискуссии с этими терцовиками, потому что это очень опасно. Ну, то есть свобода мысли в Индии, которая царилась в пятом веке до новой эры, довольно скоро вытесняется жесткими запретами на бесконечные споры. Как я уже сказала, сообщество интеллектуалов приходит к негласному соглашению о том, что спорить можно, но затрагивать важные религиозные тезисы не нужно. Это будет караться, видимо, потому что на самом деле, когда речь идет об ограничениях религиозных, индийская культура, она очень жестокая может быть, несмотря на все эти принципы ахимса и невреждения живым существам. И подтверждение этому можно найти даже в современных артефактах. Недавно мне студенты посоветовали посмотреть современный фильм о брахманских традициях, называется «Дхарма» «Сила веры». И там как раз рассказывается, что в индуизме, который берет истоки в идейской религии и в брахманизме, есть очень жесткие запреты, связанные с ритуальной нечистотой. Вот физическая нечистота их не очень волнует, а ритуальная очень, потому что она загружает душу нехорошей кармы, от которой трудно избавиться, трудно отмыться. И за нарушение кармы могут убить. И там чуть не убили брахмана, потому что он принял себе в дом, правда того не зная, мальчика, владенца мусульманского, и его растил как своего сына, а потом это вскрыл. Вот такие ограничения. Ну то есть запреты на бесконечные дискуссии по любым вопросам, они просматриваются в священных текстах всех религий. Джайнизм и там просто запрещается вести полемику джайнам друг с другом. Но при этом свободно мышление, да, дискутируй, пожалуйста. на первую часть, а каким же образом логика может помочь в том, чтобы не спорить слишком много? А вот потому что в логике существуют правила ведения полемики, которые, в частности, у джайнов, их концепция точек зрения, которая, рассматривая высказывание по правилам по той сетке нормирующей, которая заложена в семичастном паралогизме и в семи точках зрения, она обнаруживает, что можно очень долго доказывать что-то, но то, что ты доказываешь, это относительная истина. Ты никогда не придешь к окончательной истине. То есть логика демонстрирует свою несостоятельность. И поэтому это используется как инструмент для обоснования бесполезности и даже вредности логических рассуждений. Интересно. Получается, что это некоторым образом критический проект? Ну, там, я не знаю, можно даже с Кантом параллели провести. Нет, вы знаете, с Кантом лучше не нужно, потому что Канта мы все-таки знаем как философа, которого очень интересовала теория познания, которая позволяет нам исключить противоречия с философского и научного знания, да, и который выясняет, что метафизика, то есть философия, это не наука, да, ну, то есть другие задачи перед ним стояли. Его интересовало научное знание в смысле нового времени, как практически полезное, как точное, ясное, доказательное. Индийских философов интересовала другая высшая ценность, практическая ценность жизни по дхарме в соответствии с нормами религии и достижения освобождения из круга перерождения, из круга сансары. И здесь логика, конечно, помочь не могла, потому что сама эта дхарма, она не логика, сообщается и доказывается, она открывается с помощью сверхразумной интуиции. Учителя помогают ее открыть, но каждый человек открывает ее сам. Логика тут совершенно ни при чем. Логика может только подвести к необходимости заняться духовным опытом и медитациями для того, чтобы поставить себе в качестве такой цели освобождения от реинкарнации. То есть это тоже ограниченное применение логики. И поэтому статус логики, он высокий, но не абсолютный, как в западной культуре, которая мог быть центрична. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Леонидовна, у меня вот есть к вам вопрос. Как вы считаете, каковы причины того, что логическое знание в Древнем Китае зародилось, а потом угасло? В Древней Греции это понятное дело, что мы прекрасно знаем, как логическое знание развивалось, и оно, в общем-то, утеряно не было. Сегодня, по крайней мере, я узнал о том, что и в Древней Индии традиция логическая достаточно прочная имела место. Почему в Китае она как-то остановилась в развитии и потом даже была в некотором смысле забыта? Ну, я думаю, что однозначно прямо вот так вот. Одна причина это, наверное, вряд ли. Это целый ряд причин. Ну, во-первых, Циньши Хуан по власти. Заканчивается эпоха процветания всех этих школ, всех конфуцианцев, ну, по случаю прикопали под землю, а книжки конфуцианские сожгли. Ну, и я думаю, что ученые в этот момент, конечно, разбрелись, потому что высказывать свои мысли по каким-либо вопросам было, ну, просто опасно. Закопают и не заметят. Во-вторых, все-таки, все-таки в Китае все, и основная доминанта это какие-то социально-политические учения. И основной интерес китайцев это всегда отношение между людьми в обществе, между правителем и подданными, между родителями и детьми. То есть у них все, в общем-то, сводится к регулированию отношений в обществе. И, естественно, язык. Китайский язык, он сам по себе настолько структурирован, что, ну, вот, не знаю, вряд ли, по каким-то непонятным причинам, в общем-то, такая рефлексия на тему языка и способов рассуждения в языке для Китая была неактуальной. Не знаю, почему. Вот здесь не могу вам сказать однозначно. Ну, вот, не интересовались они именно языком. Язык это было такое фундаментальное, более-менее устоявшееся, но, как вы понимаете, если иероглифика дошла до наших дней неизменно, в общем-то, язык воспринимался как такое единое, неделимое, целое. Наверное, так. Спасибо. Вот Николай Вячеславович еще хочет спросить. Пожалуйста. Спасибо еще раз. Я хочу задать еще один вопрос Игорю Владимировичу. Правильно, Владимирович ведь, да? Да. Правильно, да? Да, да. Игорь Владимирович, сейчас разошла речь про особенности языка. В вашем как раз выступлении было много ссылок на то, что перевод слова непонятный, неоднозначный и так далее. Вот. Есть ли вообще варианты перевода, превращающие все эти рассуждения, о которых вы рассказывали, наоборот, в абсолютную тривиальщину или наоборот, придающие абсолютно строгий и жесткий смысл. Достоверный сейчас. Опять же, многие слова, извините, даже слово математика и логика мы не знаем точно, что означали. Так ведь? Ну, да, но я не уверен, что есть вариант перевода, переводящий, дающий абсолютно строгий смысл. то есть, как жесткий, жесткий, однозначно определимый. Ну, то есть, если мы соглашаемся, что вариантов перевода много, понятно, что ни один из них не является привилегированным. Да, то есть, ну, вот это очевидно. случай Парменида, он достаточно уникален. то есть, нам многие, там, достаточно древние авторы дошли в их современных пересказах. Ну, в тот же Парменид, ну, и многие досократики, допустим, Симплики. Это вообще уже после нашей эры, какой-то пятый век. ну, и там язык уже, в общем, конечно, прекрасен, то есть, он достаточно однозначен, он жесткий. А Парменида дошла его собственная поэма на его собственном диалекте, и вот, это уникальный случай. Вот, вот по поводу, короче, ничего жесткого тут нет, ничего тут сказать такого нельзя. Просто я хотел акцентировать внимание на том, что на самом деле ваш перевод зависит очень сильно от вашего убеждения, что вы хотите в это вложить. Прямо от того, как хочу интерпретировать. Что-что? Зависит от того, как я хочу интерпретировать. Понятно. Да, во многом. Ну вот, допустим, переводчик, ну да, ну переводчик, он же интерпретатор, он же историк философии. Ну вот, по поводу тривиальщины, ну так вот, допустим, Корнфорд, ну вот, известный автор, он действительно говорит о том, что в принципе все рассуждения Параменида, они, ну, они, они, они тавтологичны. Ну то есть просто он выводит из того, что сущее существует, то, что оно существует. И так это все пытается представить. Ну да, это тривиально, это как бы банально. Сейчас от этого отказались. Ну и текст дает только некоторые свидетельства в пользу этого варианта. Но также он дает некоторые свидетельства в пользу других вариантов. Никогда они не абсолютные. Никогда. Никогда вы однозначно этого сделать не сможете. Понятно. Спасибо. Спасибо. Хотелось бы реплику подать. Можно? Да, пожалуйста. По поводу тривиальности высказываний Парменида. Если их оценивать с точки зрения выраженного смысла просто, то да, они кажутся тривиальными. Но если учитывать, какую проблему он решал, что тогда только-только была поставлена проблема бытия. И философы решали, а что же есть это бытие, то тогда его выражение о том, что бытие есть, не бытия же нет, оно вовсе не тривиально, потому что оно отвечает как раз на этот вопрос, что такое бытие. И что еще касается языка и интерпретации. язык это ведь живая сущность, слова в нем живут, они могут приходить, уходить, могут менять свои содержания, смыслы. И каждый интерпретатор, живущий в свою эпоху, он хорошо знаком с теми смыслами, которые актуальны для него, но это не значит, что когда-то смыслы были точно такими же. И исследователи нужно учитывать этот дрейф смысла, поэтому возникают разные интерпретации. Это опять же совершенно нормально. Каждое время ищет в древних текстах ответы на свои вопросы. Поэтому интерпретации разные, совершенно нормально. Еще у меня вопрос небольшой к Наталье Леонидовне по поводу характеристики китайского мышления. Вот я на одном из семинаров в институте философии слушала выступление Андрея Андреевича Крушинского и как раз оно было посвящено характеристике китайского философского мышления. Он сказал, что это стратегемное мышление, не формально логическое, а стратегемное. Вот мне эта характеристика показалась убедительной. А вам? Ну, вы сейчас меня хотите втянуть, я бы сказала, в священную войну, но ладно. я про это не знала, я не синолог, но мне эта характеристика понравилась. В принципе, да, скорее, все-таки китайское мышление очень сильно отличается от западного и китайский, в первую очередь, китайский категориальный аппарат, он настолько бесконечно далек от западного, что для объяснения каждого китайского понятия надо еще страничную написать, что а вот это и вот в таких случаях это, а в таких случаях совершенно не то. Мы не можем однозначно переводить какие-то там слова и еще что-то, ну, это не европейские языки, даже не Индия, это все-таки очень далеко. Но стратегивное мышление, ну, может быть, то есть это как одна из версий, почему нет, она имеет место быть, но мне вот больше нравится спиринский структурализм, что китайское мышление и и как его выражение китайские тексты, они подчинены каким-то таким структурным правилам. Хотя, кстати, Андрей Андреевич Крушинский как раз-таки считает, что в Китае это была дедукция и считает, что Идзин это прямо дедуктивная система. Вот он-то как раз уверен, что в Китае логика была именно такая дедуктивная. Я этого не слышала, буду иметь в виду. Да, у него есть докторская диссертация про дедукцию в Древнем Китае, ну, очень интересная, но очень такая спорная позиция. Там очень сильные допущения местами, потому что сама позиция очень такая структурная, обоснованная, но местами такие сильные допущения, что они как изначальные допущения вызывают вопросы. вот даже вот эта идея о том, что любая бинарная система это логика, ну, давайте возьмем позитивный фрагмент логики. Спасибо. Спасибо. Может быть, у кого-то еще есть вопросы или желание высказать какую-то мысль? Да, если позволите, у меня реплика по пармениду есть. Да, да, пожалуйста. Почему сложно переводить парменида? Его сложно переводить не потому, что сложности возникают в отношении тех языков, на которые мы переводим, а потому, что мы не знаем, с какого языка мы переводим, потому что до парменида слово бытие отсутствовало в древнегреческом, после парменида слово бытие стало присутствовать, и это разные языки. Древнегреческий до парменида, седьмого, например, это не тот язык, что древнегреческий после парменида. Мы не знаем, с какого языка мы пытаемся перевести. Это неологизм. И, как бы, естественно, язык здесь становится не только неопределенным, а может быть, ну, может быть, в силу своей неопределенности излишним. И мы получаем как бы чистую логику, как говорил уважаемый докладчик, мы тавтологии видим и так далее. Вот такое соображение. Спасибо. Спасибо. Вот Анна Моисеева хочет что-то сказать. Пожалуйста. У меня еще вопрос к Наталье Леонидовне. Вот как мы знаем из истории развития европейской логики, ну, зарождение логики было тесно связано с какими-то исследованиями, которые можно было бы назвать грамматическими исследованиями, и как другая их сторона, другое понимание, это исследование каталогизирующие, так скажем, виды сущего. Вот категория Аристотеля или что-то вроде этого. Вот в докладе Натальи Алексеевны прозвучало, что что-то подобное существовало и в Индии. Вот применительно к китайской логике, к китайской традиции существовал ли какой-то аналог, опирающийся на грамматику китайского языка, и если его нет, то ну как бы в чем причина этого. Аналог чего? Именно каких-то вот таких анализов грамматического языка или чего? Ну, аналог построений, опирающихся с одной стороны на анализ языка грамматический и с другой стороны делающий из этого анализа выводы относительно структуры мира? Знаете, вот этот вопрос, я бы сказала, слишком сложный. Я, наверное, не смогу на него ответить, потому что китайские тексты, которые дошли до нас, это тексты, написанные на ваньяне, это уже ну, ханские тексты, то есть это уже наши, ну, либо там со второго века до нашей эры, нашей эры, это тексты, которые вот, ну, то, что дошло, уже переработанное, пересказанное и записанное. Что было в этот момент с разговорным китайским языком, который бесконечно далек от письменного и официального китайского языка? Тут даже представить сложно. Я думаю, что мы об этом никогда не узнаем, потому что все, что мы имеем, это мы имеем записанные именно структурно как-то записанные на ваньяне тексты. Поэтому на этот вопрос мне сложно ответить. Но как таковой грамматикой особо в Китае не занимались. Я так понимаю, что все-таки китайские дискуссии в школе Цзэся и то, что мы читаем сейчас, это было все-таки совсем разные рассуждения. Спасибо. Спасибо. Может быть, здесь еще тогда можно вспомнить и вот эту дискуссию по поводу того, каким образом в принципе структурировать китайский язык. То есть мы можем, конечно, по типу каких-нибудь европейских или, может быть, даже индоевропейских языков выделять существительные глаголы и так далее. Но это ведь, насколько я понимаю, достаточно спорно говорить о том, что в Китае тоже мы можем так строго подразделить скажем так иероглифы. Ну, так в нашем понимании строго выделения на части речи нет, потому что никакой префиксальной аффиксальной системы в китайском языке нет. И часто значение слова и его то, что будет ли оно существительным или глаголом зависит от того, в каком месте в предложении оно стоит. Поставили в одно место, пожалуйста, существительное. Поставили в другое. Нет, есть какие-то категории, которые, ну, из серии отрицания, которые, в общем-то, ну, более-менее стабильны, все закреплено за ними. Но и то в китайском, допустим, в классическом ваньяне там отрицание «фэй» это для одних терминов, а отрицание «у» это уже совершенно для других. «Фэй» существительным может употребляться, допустим, а «у» это будет относиться скорее к действиям. Ну, там масса нюансов, но это совершенно другой язык, совершенно другими вводными данными. и письменный китайский с устным китайским не связан ну, никак, потому что если вы видите иероглиф, вы его не можете ни прочитать, ни сказать, как он произносится. Все. На этом, собственно, слишком большое отличие. хорошо, Еще какие-то, может быть, вопросы, соображения? Кто-то хочет высказаться? Можно я скажу? Я не успел своевременно прореагировать. Вот я хочу сказать, что упорминито-то в общем и бытия нету, несмотря ни на что. Так вот просто ну, вот это так получилось. То есть глагол быть инфинитив есть, а вот бытия так вот нету. И это вот к вопросу о том, что вот у нас действительно есть сложности с переводом парменида, да, я, конечно, согласен. Они просто ужасные. Вот. А еще вот Лев стал спрашивать про то, что такое в самом начале доброжелательная интерпретация, это вот ахиллесовая пита, это да, это очень трудная штука, и вообще про это рассказать я не знаю. Вот, конечно, правильно сказали, мы должны учитывать контекст, оценивать в рамках той или иной культуры, но вот иногда, конечно, довольно трудно к этому ко всему. Ну, вот в конкретной ситуации это все рассуждать, когда вы пытаетесь реконструировать рассуждение Парменида. Вот явный способ недобрый, можно на примерах иногда, иногда можно, но не очень далеко это зайдет. Вот, допустим, Симплики, да, я уже упоминал, это есть шедевр, одна из моих любимых цитат, Симплики про Парменида, как он на Парменида ругается, вот он говорит, и не знал Парменид, что он две ноги имеет, иначе сущее не объявил бы единым, ну, в общем, и так далее. Ну, вот, это, это как бы вот так на примерах, да, вот, что такое недоброжелательная интерпретация, ну, а вот она, вот, иногда можно вот как-то так более-менее различить и понять, конечно, при доброжелательной интерпретации мы пытаемся сделать согласованным текст, а всегда ли мы должны его делать согласованным, ну, в общем, непонятно, да и почему мы так должны делать согласованным, вот, в том подходе, к которому, вот, я пытаюсь заниматься, там, апроприационизм, вот это, вот, все такое, но для меня доброжелательно скорее это встраивание в дискуссию, показать, что вот этот текст, он при интерпретации может быть встроен в то-то, может быть встроен в это, он достаточно богат по тому, как может развиваться его обсуждение и здесь нету, в общем, такого императива, вот, что было непротиворечиво и все тут, вот, за это будем бороться. Вот, для меня это является доброжелательной интерпретацией, но опять-таки это совсем не то, что получение того, что имел Параминит в своей голове, когда писал эту поэму, ну, да, это совсем не то. В общем, проблемы, да, вот они остаются, конечно. Да, но я думаю, что если сейчас указать, что у Параминита не было бытия, так это обрушится большая часть истории западной философии. Я имел ввиду, что эйной это инфинитив быть, да, бытие это то эйной. Вот, когда я сказал, что бытия не было, я говорил, что не было такого языкового выражения в поэме, то пробел эйной, это все, что я имел ввиду, вот, и больше ничего, а остальное это вот трактовки, у него есть то эон, это сущее причастие, да, вот, может быть, вы имеете ввиду, что бытие и сущее это одно и то же, и тогда я имел ввиду, что у него сущего не было, нет, конечно, сущее было, вот, и я тут ничего не обрушаю, просто субстантивированный инфинитив. Я не обвиняю в том, что вы обрушаете, я просто говорю, что если признать вот этот факт, то половина истории философии западной рухнет, то есть это, конечно, была бы новая интерпретация, но очень смелая, я не признаю а вы не писали. Нет, нет, вы преувеличиваете, тут ничего такого нет, я убежден, что то, что когда вы произносите бытие, я произношу сущее, а дальше у нас все как бы одинаково, просто вот я так буквоедски вижу то и перевожу бытие, вижу то и он перевожу сущее, и это в общем-то ни на что особо так не влияет, вся проблематика остается, но просто надо понимать, что то эйной можно переводить как бытие в том смысле, что можно понимать его как существование там, а то и он это просто сущее, это то, что существует, в этом есть разница. Но на самом деле мы не можем их отождествлять, потому что у Аристотеля есть утверждение толкования бытия, что бытие это сущее, как он начинает выстраивать свою метафизику и объяснять, как устроено бытие, вот с отождествлением бытия и сущего, значит он их различает, поэтому мы тоже не можем сказать, что это одно и то же, да, но просто я уже давно с этим столкнулась, что очень многие интерпретации, на которых мы учились, они совсем соответствуют тому, что имел в виду тот, кто написал текст, который интерпретируется, да, и поэтому история и философия не умрет никогда, всегда будут потребности в каких-то интерпретациях, раньше эти потребности диктовались идеологией, допустим, а сейчас может быть все-таки принцип объективности победит, и могут создаваться интерпретации, которые соответствуют замыслам авторов текстов. Вот, если позволите, еще пару слов, ну, как бы во всех учебниках пишется, что Парменид то он и был тем, кто создал неологизм, бытие и сущего, а это одинаково пишется абсолютно, никаких разных корней для бытия и сущего в греческом в принципе нет. Но вот в отношении интерпретации Парменида это проблема затрагивает не только Парменида, например, когда мы берем Библию, мы считаем, что Библия начинается с книги бытия, но ведь до Парменида не было ни бытия несущего, точнее, и бытия несущего одновременно и одного и того же, до Парменида этого не было. и первые книги Ветхого Завета они назывались по первым словам, например, в начале, в начале Бог сотворил свет. Это стали называть книгой бытия именно после Парменида в результате переводов Парменида. Ничего подобного не было в Ветхом Завете. Парменид обрушил не только древнегреческий язык, он обрушил гораздо больший пласт культуры. Я бы хотел сказать. Ну, или дал возможность народиться новым пластам культуры. Ну, да, согласен. Хорошо, еще какие вопросы, соображения? Еще, может быть, найдем кого-то, кто обрушит чего-нибудь? Я вот видела, что у нас присутствуют студенты вышки. Я не знаю, как они присоединились, может быть, через логиков наших знали о событиях. Сейчас уже нет. А вообще не вырегитировался кто-то. Ну, Александр Переклеткин, например, это мой бывший студент, он писал у меня в проекте работу, не работу, короче, он переводил статью из Стенфордской энциклопедии про Будду. Хорошо переводил, а потом он ушел в логику. Я думала, что, может быть, он спросит о чем-нибудь. Так, ну что, похоже, у нас вопросы все исчерпаны, и вроде как никто больше не хочет ничего сказать. Все-таки кто-нибудь найдется. Если никто не находится, то, видимо, мы можем завершать тогда нашу дискуссию. Благодарим докладчиков и всех, кто беседовал и организаторов наших. Да, давайте докладчиков тогда поблагодарим. Большое спасибо за прекрасные доклады. Было очень интересно всех участников, которые тоже присоединились к нам сегодня. Большое спасибо за интерес к этому мероприятию. Будем рады видеть вас на других наших мероприятиях. В следующем году на Всемирном Дне Логики и на конференции Аналитикон. И если вы пришлете нам какие-нибудь статьи в журнал Аналитика, это тоже будет здорово. Ждем Логики. То есть вот поздравляем всех с Днем Логики еще раз и большое спасибо за участие. Спасибо, коллеги. Мне очень понравилась дискуссия. Она такая живая у нас получилась. Да, спасибо за приглашение. Спасибо вам. Спасибо большое всем. До свидания. Спасибо. Все. Всем до свидания. До свидания. Всего доброго. Будем сотрудничать. субтитры.